Добрый вечер. Антон, можно задать вопрос? Привет, слушаю. Я планирую подать обращение в защиту своего отца, на которого наехала председательша кооператива. И хотела уточнить шапку, которую я написала. Может, вы чем-то потом ее дополните? Я могу зачитать, да? Алло? Не проще ли показать на экране? Проще ли показать на экране. А нет, я не знаю, как это делается. Так она маленькая. Я написала человека и гражданина, в данном случае УССР, переименованной на Украина с именем собственным. Двоеточие Галина, дочь Михаила, по отцу рода Ержовых, и указала мобильный телефон. Ну, это на председателя, которая, я так думаю, даже этим будет удивлена. Как думаете, достаточно? Может, чем-то дополнить эту шапку или что-то убрать в этом вопросе? Слушай, ну, у тебя единственное, по-моему, эхо возникает. А, я сейчас отключу. Ну, я-я-я-я, что-то странное у тебя творится. Ясно, короче, смотри, ну, тут принцип самоопределения действует. Вот ты там написала человека и гражданина. Ты осознаешь, что это такое? Или ты просто так написала для красоты? Осознаю, Конституцию читала в этом плане, осознаю. Права, свободы имеет. Я же не физлицу. Я отказалась от ИНН еще 17 лет назад. И тогда ставили в паспорте книжечки, штамп с отметкой, имеет, ну, в данном случае у нас на Украине право здействовать и бутики платежи без идентификационного номера. Поэтому так себя и проявляю во взаимоотношениях с, ну, в данном случае это физлицом будет. Ну, тут я тебе мало чем могу помочь, потому что каждый пишет в меру своей осознанности, в меру своих знаний. И принцип самоопределения, он, по сути, взаимосвязан с коном свободы воли. Поэтому, если я буду за тебя решать, как тебе самоопределиться, либо тебе что-то подсказывать, ну, это вмешательство с твоей волей, по сути. Другое дело, ты спрашиваешь сама, как лучше, да? Как лучше для тебя, я не знаю, ты сама должна определить. А как определить, достаточно ли правильно написано, вот тут тебе помогут свои собственные знания и своя собственная осознанность. Ну, я не пишу, что я человек, я не пишу, что я этот гражданин. Потому что гражданин тот, у кого есть гражданство. Вот я вообще не уверен, что у меня есть какое-либо гражданство. И даже у моих персон, я не уверен, что у них тоже есть какое-либо гражданство. Хорошо, а как же тогда эта тема с гражданством СССР, ну, паспорта, которые уехали на пароходе вместе со шнуровыми книгами, скорее всего. Как с этим быть тогда? Ну, как бы гражданство же было у нас у всех, которые ждем до 91-го года на территории СССР. Ну, опять же, гражданство было у кого? У тебя или у твоей бумаги под названием свидетельство о рождении в СССР? Или у паспорта, у персоны под названием паспорт СССР? У тебя в голове произошло расхождествление? Расхождествление того, что паспорт СССР – это не ты. И свидетельство о рождении – это не ты. А гражданство как раз-таки вот у этого паспорта, у персоны. По сути, вот тот же гражданин СССР – это та же учетная запись. С таким же паспортом СССР, как и в РФ. Все по аналогии, все то же самое. Если ты себя ослепливаешь с этим понятием, то, по сути, ты говоришь, ну, как человек и пароход типа того. Понимаешь? Ну, человек – это же тоже еще не предел наших стремлений. Это тоже как бы учетная единица. Ну, да. Это и учетная единица, и плюс абстракция. То есть некий биологический вид под условным названием «человек». А кто конкретно, мужчина или женщина, вот тут надо разъяснять. Если употребляешь слово «человек», то обязательно у нас это вместе со словами «мужчина» либо «женщина». Ну, я указала, что дочь и сын, поэтому понятно, что женщина должна быть. Ну, дочь может быть у собаки. Дочь-то говорит не о том, что ты относишься к женщине или к человеку, а о том, что ты являешься чьей-то дочери. То есть у собак, у кошек тоже есть отцы, это сыновья, дочери. Ну, они иначе называются. Щенки, щенята там и прочее. Этот же термин не употребляется в животном мире, так сказать, ну, в том животном мире, четвероногих. Ну, хорошо. У щенка кто отец? Этот кобель. Ну, отец же. Ну, отец же. Ну, я не имею родословных каких-то пород, как там это правильно прописывается в их паспорте. Я не думаю, что нужно называть именно отец. Я тебе больше скажу, что понятие дочери может относиться и к юридическим лицам. Такая-то фирма, дочка такой-то корпорации. Понимаешь? Ну, никак слово дочь не связано с понятием женщин. Ясно, нет? Ну, вот, где это более детально прописано, была бы признательна за подсказку, вот, чтобы в подробности уже усвоить этот материал. Это взято откуда? Это взято только что из головы из головы. А, то, что дочь никак не связана с женским полом, да? Женским полом, да, ну, я думаю, да что ж тебе такое. Слово дочь имеется в виду, что это потомок женского рода. Вот, что это говорит. Но это не говорит, что это именно женщина человеческого вида. Понимаешь? Вот у стрекозы есть дочь, маленькая стрекоза, женского рода. Ну, это же не говорит о том, что, вот, ты называешь ее дочь стрекозы. Но это же не говорит, что это именно женщина, именно человеческого рода. Хорошо, а когда, тогда нужно в каком месте прописать, если прописывать в этой же вот шапке, о которой я веду речь? Человека и гражданина ОССР, переименованная на Украину, с именем собственным Галина, дочь Михаила, по отцу там и прочее. Так где нужно, в каком месте, как правильно это указать? А что ты хочешь добавить? Добавить вот, что женщина, так, нужно дополнить этим, я так понимаю. Ясно. Все, познается на практике. Вот подойди к зеркалу и посмотри, там написано, что там человек, там вообще есть человек, там гражданин есть в зеркале? Ну, это-то я планирую писать для того, чтобы потом на нормативные ссылаться правовые аспекты, только лишь с этой целью. Там же не прописано живая душа, вопрещенная, вот, живорожденная. В законодательных нормах не прописано. Ясно. С самоопределением у тебя об этом, затруднение пока. Разбери с каждым словом, что такое человек, что такое гражданин, что такое женщина, что такое живой, кто над кем стоит, кто кого учредил, и кто чей бенефицар, и кто в каком виде существует. Так, а остальные что, слушают просто, да? Нет, ждем конца разговора. Галина, у тебя все вопросы? Еще есть у меня один вопрос, потому что тут с группой единомышленников, как мне думается. Мы тут один планируем документ подавать, ну, различные структуры, жизнеобеспечивающие ресурсы, поставляющие. И тогда получается, что тут у нас, как бы, вот ошибка будет в написании этих шапок. Вот я сейчас его зачитаю, отключусь на буквально там 20 секунд, возьму его и потом подключусь. Давай тогда найди, потом подключишься после того, как другой человек поговорит. Слушаем следующую. Алло, у тебя вопрос? Алло. Алло. Алло, алло. Антон, нет, это я только учусь пользоваться. А, ну я понял. Чатом. Звука нет. Да, 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 все, я отпускаю. Я отпускаю. Я нашла. Давай, говори. Давай, говори. Значит, вот, например, в областную энергопостаточальную компанию, ну, это так было предложено написать, ну, я так понимаю, что, ну, как бы, здесь неправильно. Людыны в скобках человека, а вот, ну, такого, а вот какого нужно прописать? У статусе громадянина. Ну, это, думаю, шаляпсус. Что у статусе громадянина. Ну, как это человек и в статусе гражданин. Это все равно, что царь в статусе холопа. Правильно? Ну, типа того, как мне кажется. Далее, в скобках Союзу, РСР, касая линия УРСР, ну, это на украинском языке, на русском УССР, переименована и на Украина, т.е. основной кредитор, властник, ну, то есть собственник, володар, то есть владелец всех прав гражданства Союза СССР, то есть основной кредитор, собственник, владелец всех прав гражданства СССР, бенефициар, в скобках выгода, приобретатель физического лица. Ну, тоже тут нужно, ну, физического лица, это, видимо, нужно было тут написать так, так как вот у кого, кто получал паспорт уже, где прописано капслок, потому что у меня паспорт книжечка, у меня прописано с большой и остальной строчной. Вот, и дорожная карта для получения корреспонденции, двоеточие, ну, и прописывать там адрес. То есть слово «адрес» нет, дорожная карта для получения корреспонденции. Ну, о корреспонденции, это я слышала у Ольги Простовой, ярославского правоведа. Ну, вот так. Как думаете насчет вот такого варианта? Думаю, что этот вариант, это ваш вариант. Вопрос в чем? Вопрос, нет ли здесь, ну, скажем, каких-то несостыковочных моментов? Смотри, ясно. Во-первых, я нихрена не понимаю в украинском языке, когда ты там говоришь, что ты здесь со словами, мне прямо ржать охота, потому что для меня это все, ну, какие-то вообще непонятные слова, вроде по-русски это произносится, какие-то русские буквы звучат, ну, смысл вообще не ясен, говорю, что за слова, я вообще, украинский язык мне не ясен, абсолютно. Во-вторых, ты там, ну, старалась на русский переводить, так вот, если судить по русскому написанию, то там какая-то каша масляная, там что-то все в одно смешано. Я вот вижу и слышу, что тот, кто это написал, у него нет четкого разграничения и осознания, что такое персона, персональные данные, к которым относятся и гражданин, и человек, и физическое лицо. И нету понимания, что отдельно стоит живой мужчина и живая женщина. А то все слеплено в одно, и попытка еще это привязать еще к правам именно гражданина СССР, типа заявить права на СССР в какое-то имущество. Так надо это делать-то с другой стороны. Вот если бы я хотел там... Может подскажете, с какой мы сделаем, с удовольствием, потому что хотим подать, а оно что-то не получилось. Я к этому и введу, я прекрасно... Вопрос мне был ясен, я к этому и введу. Если бы я писал то, что вы там написали, я бы написал от живого мужчины, хозяин имени Антон, учредитель и благополучатель такой-то персоны, по рождению имеющего гражданство, именно персоны имеют гражданство, по рождению имеющего гражданство СССР и всей права и свободы там этого жителя Советского Союза. Что это такое? Ну первичное это живой мужчина. Так, живого мужчины, хозяина имени такого-то учредителя и благополучателя, да? Да, персоны. Персоны, а далее как? Блин, я уже не повторю так. Учредителя и благополучателя, персоны, такой-то, то есть там прописываешь, ну смотря, что ты пишешь, со свидетельства о рождении, либо с паспорта, либо капслоком, либо первая буква большая, другие маленькие, там кавычки открываются, Антон Николаевич Булгаков, все большими буквами, допустим, как в паспорте написано. А если пишется, прописывается, вот как статус советского гражданина, у нас большое, потом строчное, тоже кавычки открывать надо? Ну конечно, это же персона. Так, добро поняла. Так, значит, это я написала. Персоны, кавычки открываем, пишем с паспорта, или капслоком, или у кого как, или с паспорта, книжечки, а далее? Которая по рождению приобрела гражданство СССР. По праву рождения на территории СССР приобрела гражданство СССР. Логично же. Которая по праву рождения на территории СССР, УССР приобрела гражданство, да? Слушай, Галина, ты бы диктофон включила, чтобы время не тратить. А где он включается? Я как-то не сильно в технике. А? Я не сильно в технике. Где он включается? Ну тогда пиши, пожалуйста. Так это, я все написала, но только же вы... Значит, живого мужчины, хозяина имени такого-то, учредителя и благополучателя, персоны, кавычки открываем, такой-то, которая по праву рождения на территории СССР, УССР приобрела... Ну да, гражданство СССР. А тогда в адресе, точнее, в дорожной карте что нужно указать? Ну, у нас пишут так, адрес для входящей корреспонденции или адрес для отправки писем. Ну, кто как гораст. И пишут это в квадратных скобках старый индекс СССРовский. А, нет. Квадратных, не существующий, РФовский. Короче, красными буквами, цифрами сначала этот СССРовский, старый, который существует без всяких там скобок. Потом, следом, идет в квадратных скобках РФовский индекс, который они новый придумали. А квадратные скобки как раз и говорят, что о ничтожности данного индекса. А потом все, как всегда, ну, как всегда. Народ старается писать именно так адрес, как писали давно в Советском Союзе. То есть именно советский адрес. Потому что РФовский адрес, он совсем по-другому выглядит. Они переставляют улицу, город, область и все остальное. Это я не знаю. А вот само слово адрес, оно может звучать, да? Потому что там некоторые вкладывают в него такое зловредное звучание по первым двум буквам. То есть лучше написать дорожной картой, или все же можно и адрес для входящей корреспонденции? А что там негативного в этом слове? Ну, адрес от слова «ад». То есть вот так трактуют некоторые и говорят, что это слово, ну, вот по типу того, как администрация от слова «ад», вот так она себя и ведет. Поэтому избегая якобы вот этого слова, адрес лучше писать дорожная карта. Ну, вольному воля. А что делать человеку, которого зовут Сергей? Не поняла вопроса. Это прекрасное имя, статус даже там определённый. Прекрасное, но если его разделить на две части, то получится ужас. Две части? Ну, как-то что-то не ужасаюсь ничем. Ничем? Ну, ладно, это, короче, дело выбора каждого. Тут всё ясно, ну, просто время отнимаешь. Это отдельную лекцию можно устроить по поводу карты. Ну, не нравится вам адрес, меняйте на карту. Тут же всё ясно. Благодарю. Всё, я ответ исчерпывающий получила. Это вообще отдельная тема. Это можно часа два-три разговаривать, как вообще только шапку писать. И какие есть варианты, какие есть мнения, кто что думает там по адресу, по написанию, по имейлу, по очерёдности, по местоположению справа, слева, там выше, ниже, по центру и т.д. и т.п. Там очень обширная тема. А я хотела ещё уточнить, вот если писать, как вы сказали, ну, живой женщины, хозяйки имени такого-то, или, может быть, одно и то же, или с именем собственным таким-то. Это имеет значение, или это не принципиально? Хозяйка имени, или с именем собственным таким-то? Имеет значение для каждого. А в чём отличие принципиально? Я ещё не разобрался, но мне больше нравится хозяин имени. Потому что я это имя сам себе придумал. А если ты напишешь именем собственным, вокруг тебя, вот Галина, то Галина-то это не твоё имя, это тебе родители придумали, правильно? Придумали-то они. Ну, собственность моя. А с чего твоя? У тебя есть дарственная или, не знаю, патент на использование интеллектуальной собственности двух других людей. У тебя есть доверенность от них на использование данного имени. А зачем доверенность как таковая, когда раньше вообще все сделки совершались, даже сделки финансовые, на словах? Зачем тогда вообще какая-то доверенность нужна и бумага? Стоп, стоп. Ты только что сказала, что у тебя это имя, твоё, у тебя в собственности. Докажи право собственности на данное имя. Такая милая беседа. Такая немножко переходящая... А у нас все такие беседы, неудивые. Ну, правда, всё, говорили по одно. Подождите, подождите, дайте мне с Галиной договорить. Галин, докажи, что имя-то тебе принадлежит, что он у тебя в собственности. А я не знаю, на основании чего это доказательство должно происходить. Может, вы подскажете, что... Ну, вот у меня, у меня моё имя, я хозяин своего имени на основании авторского права. Я автор, я придумал это имя. А у тебя какие доказательства, что ты являешься хозяйкой вот этого имени Галина? Что оно у тебя, оно твоё собственное, и оно у тебя, как ты говоришь, в собственности. Ну, вот тишина, понимаешь, нету ничего. Ну, да, потому что как бы на эту тему как-то мнения тоже могут быть разными, они могут расходиться. Так мнение одно. Докажи. Вот, понимаешь, шапка, чем опасно, любое там одно лишнее слово, вот ты, допустим, заходишь с этим, с этой шапкой в так называемый суд, и там чёрная мантия вот тебе те же самые вопросы задаст. Она может... Они обычно не задают, они это оставляют на потом, чтобы в случае чего вот на этом подловить. Вот тебя элементарно на первой же фразе можно подловить. А где доказательство, что это твоё имя, собственно, что он у тебя в собственности? Кто тебе его передал? Кто тебе его передал? Ведь автор-то яс, и явно, что это не ты автор этого имени, а твои родители. Вот их можно признать собственниками, совместной собственностью, у них находится это имя, Галина. Они его предъявили. Можно тогда прописать, что и наречённые именем от родителей, тогда можно и так написать. Тоже, наверное, будет правильно. То есть варианты... Во-первых, суд я и не собираюсь идти, я туда вообще не собираюсь идти. Это я указала, что с какой-то целью. Для взаимоотношения с председателем ЖСК, которая позволила себе, так сказать, террористическую атаку в отношении моих родителей. Да дело не в суде. Ё-моё, что же за ехать это такое у тебя? Дело не в суде, и дело не в председателе ТСЖ, и вообще ни в ком. А дело в том, что ты сама про себя пишешь, ты самоопределяешься, не осознавая, что ты пишешь. В этом проблема. Ты мало того, что не осознаешь, ты даже не можешь трактовать то, что ты написал, ты не можешь доказать то, что ты написал, ты не можешь даже, как сказать, выбрать правильное написание того, что ты самоопределилась. Если ты этого не можешь делать, то тут чётко просматривается, что у тебя нет абсолютно осознания то, что ты написала, и нет осознания того, что ты самоопределилась. Я вот прекрасно вижу, что ты не самоопределилась ещё до сих пор. Потому что ты не знаешь, Вопрос можно тогда в плане того, что является доказательством авторского права? Какие пункты являются доказательством авторского права? Просто тоже словесные какие-то изречения со стороны автора. Ну вот вы говорите, вот я хозяин на основании авторского права. Авторское право, чем оно закреплено, подкреплено и доказано? А вот почитаю любое законодательство об авторском праве. Как можно доказать свои права на то, что было создано тобой? Ну в том числе, я не знаю, какое-нибудь творение или слово какое-нибудь, или фраза и т.д. То есть учитывается любое упоминание в СМИ, в социальных сетях, в переписке. То есть если ты предоставишь скриншот там или там что угодно, где у тебя это было прописано, и вот ты заявил, что ты впервые сам придумал себе вот это имя, и сам себе его это. И потом еще и опубликовал, всем заявил, что вот смотрите, это мое имя, я хозяин этого имени. Все. Это не родители мне придумали, это я сам себе придумал. Вот если ты оспоришь этот факт, если ты докажешь, что я его не сам себе придумал, тогда это будет это, ну там уже открывается спор. Но до тех пор, пока кто-то не доказал обратное, действует авторское право. А у тебя же явно видно и слышно, что, ну и ты даже сама это признаешь, что не ты это придумала имя, а родители. И это неоспоримо, это все знают. Я не вполне поняла вот сейчас, о чем речь, потому что если мы вернемся к пониманию того, что есть родовое имя, то это как раз то, что на интуитивном плане, когда родители задумываются над тем, что должна воплотиться живая душа, им приходит то или иное имя, ну если они думают вообще над этим. Поэтому это и называется родовое имя. То есть зачем тогда мне авторить и какие-то придумывать другие имена, если меня нарекли родовым именем, мои родители. Ты путаешь понятие родовое имя, имя рода и имя собственное. Родовое имя, вот ты, если говоришь родовое имя, то это по сути то же самое, что и имя рода. А род, не знаю, как у других, но в России род передается по отцовской линии. То есть жена, входя в род мужа, берет имя его рода. Поэтому фамилию меняет Персоны. Поэтому женщинам выдаются там новый паспорт и все остальное. То есть она входит в род мужа. Так вот родовое имя, это по сути фамилия Персоны. А правильно его называть? Это имя рода. У меня имя рода Булгаков. А мы с тобой говорили про имя собственное, про твое имя. Значит, назвать можно, то есть вот таким вот словом его, что с именем собственным. Ну так ты пишешь собственное имя, а как ты докажешь, что оно твое собственное? А не кто-то его за тебя придумал. Так как правильно тогда написать? Помимо того, чтобы… Правильно написать правду. Потому что любой тебя может уличить. Раз ты не можешь доказать, значит, тут указаны неверные сведения. Нету веры такому человеку, кто пишет непонятно что про себя. И сам не осознаёт и не может ни доказать, ни парировать, ни трактовать, ни пояснить, ни разъяснить. Ну, значит, писать как есть, как будет верно, с именем таким-то прописанным в свидетельстве о рождении. А как ещё можно доказать, если мы речь о… Скорее, наречённой имени таким. Ну, я уже об этом говорила. Может так написать. Здравия, наряд. Интересно вас послушать. О, здорово, Андрюк. Благодарю за ответ. Напишу с последним предложенным вариантом. Ты чё? Это очень большие труды. Вот труды над этой шапкой, это у меня постоянные труды идут по этой шапке. То есть она у меня постоянно видоизменяется. Я каждый день что-то осознаю, каждый день меняю эту шапку. Просто времени не имеет. Это же не совсем получилось, что с наречённым именем Галина. Ну, как-то должен оборот ей причастный. Наречённым кем тогда нужно прописывать? Кем не обязательно. Главное, что это ближе к правде. Понимаешь, что это не твоё собственное имя, находящееся в собственности. А то, что вот это наречённое именем, наречённое именем таким-то, это уже ближе к правде. Потому что действительно, ты его не сама придумала. Тут авторское право не действует. Это родители придумали. Но они нарекли тебя этим именем. Вот это ближе к правде, понимаешь? Вообще-то, согласна. Самый такой оптимальный вариант получился. Вот что значит совместное коллективное творчество. Весьма благодарю. Должна сейчас срочно ехать в другой район, поэтому эфир вынуждена оставить. Благодарю. В следующем. В добрый час. Так, у нас там какая-то девушка, Алла, по-моему, хотела вопрос задать. Алла, ты тут? Пока Алла молчит, можно? Да, я. Ой, добавить хотела, как к сапке. Видела, ребят, извините, да. Это, в шапке видела такое еще выражение, носитель паспорта РФ по принуждению. Ну, это частичная правда. Вот я этот паспорт не только ношу, но он у меня и хранится, и лежит в сторонке, и там, и в кармане, и где только не валяется, и в руках бывает. И ношу, и таскаю, и подбрасываю ее, и что только с ним не делаю. Понимаешь? А тут писать носитель, ну, такое ощущение, что я только вот такой, только и был рожден для того, чтобы носить этот паспорт. Являюсь носителем. Носитель паспорта по принуждению. А может, подожди, может, первое слово не носитель? Что этот паспорт ты имеешь по принуждению? Ну, типа, ты его не хочешь вроде как иметь, тебя его вынудили. По принуждению он у тебя есть. Ты бы хотел его не иметь, но он у тебя есть. Когда меня спрашивают, ты пользуешься, я говорю, да, пользуюсь под принуждением. Вынужден, а точнее. Вынужден. Вынужден. Потому что после осознания я понял, что он, ну, не соответствует законодательству РФ, имеет все признаки большего документа. Но так как ни одна организация, там, эти все суды, там, ФССП, там, эти полиции, они не понимают других документов. Им живое слово по барабану. Им нужен именно паспорт. Поэтому я вынужден его показывать, но при этом я говорю, что без оборота на меня. Угу. Угу. Ну, первое слово, это неверное, может, его там чем-то изменить. Ну, что именно, имеешь паспорт по принуждению РФ. Какое слово? Не знаю, может быть, это не носитель паспорта по принуждению, а кто-нибудь, какое-нибудь другое слово первое. Я бы так написал, вы вынуждены пользоваться паспортом такой-то. А, может быть, пользователь, да, вынужденный пользователь паспорта РФ по принуждению или как-то так. А, ну, тогда принуждение не нужно. Да, это логично, я же его не использую во вред, я его пользую во благо свое. Владелец может тогда? Ну, владелец тут сомнительно, потому что владелец тот, кто владеет полностью. А у тебя его могут изъять, у тебя его могут признать недействительным, тебе могут страх наложить, если ты там что-то напишешь не то. Правильно? И по факту он же не нам принадлежит, да, а РФ по факту-то. Ну, да. Ну, насчет РФ ты горячишься. Вот смотри, ты приходишь в этот, в РФ и анский магазин и говоришь, я вот хочу вот этот продукт купить. Они говорят, да, мы продаем эти продукты. Ты его покупаешь, приносишь его домой, тащишь его в кармане. Так ты по отношению к этому продукту кто получается? Хозяин продукта или не хозяин продукта? Ну, ты же его купила, он теперь твой. Ну, уже да. Мы же не купили, нам его выдали, и там написано, что вообще РФ является владельцем, а мы держатели вроде как. Кто ты... Ну, мы купили... Ты это вещь, ты купила вещь. Кто ты по отношению к этой вещи? Генеральный распорядитель этой вещи. Ну, паспорт же мы не покупаем. Эту вещь как-то, как-то не покупаем. Сколько бебариков стоит Аус Вайс? А, пошлина, да. Дальше приходим. Мы его, когда забираем, глупую ошибку делаем. Мы не спрашиваем должностное лицо уполномоченно выдавать вот это говно. Но если должностное лицо там расписывается, то все убытки приобретает именно то должностное лицо, которое от имени чего? От имени Российской Федерации или от имени даже УФМС, МВД, да, выдало вот это говно. То есть теперь все убытки оно приобретает, это должностное лицо. Поэтому они там не расписываются, зачем им это нужно. А так вообще, вот эти Аус Вайсы, я не знаю, как насчет Аус Вайсов, но насчет советских паспортов есть стопроцентное подтверждение, что к коллатеральным счетам. Это, как сказать, это бездонная сберкнижка, можно так сказать. Но как к ним добраться, тяжелый случай. Нужно путь определенный пройти. Антон знает какой. Путь непростой. Не для всех. Ну, мне кажется, хорошо, что не для всех. Да, будет хаос, безобразие. Да, я тоже так думаю. А если рассматривать паспорт даже как вексель, да, все равно в МВД или кто-то там, какое-то должностное лицо в паспорте расписывается, вот все равно чуть выше росписи, да, нашей. Но там же еще есть личный код, и он все равно получается выше. Вот как-то это кто-нибудь использовал? Код – это код подразделения, где некое должностное лицо, имеющее право действовать по доверенности, подписывает этот аусвайс. И после этого происходит волшебство. Он тебе во благо дается, а все убытки приобретает вот это должностное лицо. И они об этом прекрасно все все осознают. Поэтому, как бы мы ни пытались заставить кого-либо там написать какие-либо инициалы, да, хотя бы инициал, кто его общий выдал, ни хрена никто под это не подписывается. Потому что только подпишется, будет оплачивать, ну, не сколько само должностное лицо, сколько МВД, да, от имени которого оно действовало. Поэтому у меня аусвайс лежит новый уже сколько? Месяца, больше месяца, да. Никто мне не звонит, не пытается меня принудить его схватить, потому что знает, что с ним будет там, в этом УФМСе. Но подскажу такую фишку, через три месяца, да, Антон знает тоже, у меня это, Игорь сказал, ну, просто прекратить свое существование аусвайс. Но у меня, в принципе, смотри, какая штука была. У меня старый аусвайс, который был до этого, он у меня был, когда забиваешь его в базу МВД, ну, там, посмотри, действует ли он или не действует, он у меня был в розыске. Почему? Ну, то есть я думаю, вот ни хрена себе думаю, как это, он у меня уничтожен, да, как бы, ну, утрата ведь произошла, все. Ты можешь погромче говорить, тебе плохо слышно? А, я не знаю, почему плохо слышно. Вот, и, короче, получше, да, но я его к самому, говорится, губам преподнес, чуть не грызу его. Вот, аусвайс, короче, у меня, получается, был не утрачен, там написано, а в розыске находится. Я думаю, вот козлы в розыске они его находятся. То есть он как бы действует, да, он находится в розыске, но действует. Вот, а сегодня забил, он уже все там, прекратил свое существование напрочь, вот. То есть в системе через, сколько, через, получается, в середине сентября больше в системе вообще существовать не буду. Вообще, ну, физическое лицо просто прекратило свое существование, его нет. Вот, но есть мысль, да, мысль такая, что всплывет, кто всплывет, первично полученный советский. Его, конечно, невозможно в том плане обратно забрать, потому что их реально там протыкали, да этими дыроколами шлепали, увозили куда-то, короче, непонятно куда. Вот, мне так по секрету сказал, один высокопоставленный мент, теперь уже на пенсии. И поэтому, а вот вкладыш, вкладыш, вместо этого паспорта, они были обязаны выдать и вложить его в этот аус-вайс. Чего они не делают до сих пор, и раньше не делали. Вот, только они должны обязательно вкладыш туда были вкладывать. И вообще, это процедура приобретения. Подожди, по идее, у тебя сейчас СССРовский паспорт, он действительно... Я знаю. Вне зависимости от того, проколоты он или уничтожены, или еще что-то, после того, как ты отказался, получать паспорт... Они уничтожили копию, они копию уничтожили. Оригинал у них есть. Делали... Я тебе говорю, подожди, ну дай договорить, да е-мое, да что ж такое-то. Андрей, ну дай договорить-то. Я говорю, проверенная информация. Ты не первый, кто вот так вот отказывается от получения паспорта РФ, в связи с утратой, утерей, неважно, короче. Как только это происходит, и человек не забирает паспорт. Заполняет форму 1П, но не забирает. После этого происходит то, что для системы, мне кажется, это вот ахиллесовая пята. Да, мы ее нащупали. Информация подтвердилась. Получается, вот у Игоря Севы-Железова такая же ситуация. У него РФ-ских паспортов нет, у него даже менты вон сказали. Мы говорим, не найти тебя не можем. Ты кто такой вообще? Он называет все персональные данные, они вбивают в систему. А у него ни один РФ-ский документ недействителен. Есть также информация, что при этом в такой ситуации 3 месяца не обязательно ждать. По идее, вот сейчас СССРский паспорт у тебя и у Севы-Железова, они стали действительными. Но они об этом информацию, вплоть до того, что удаляют отовсюду, и в том числе из своих систем, он действительный. Но при этом почему-то, каким-то образом, люди идут в Сбербанк, и Сбербанк поднимает данные, какие же документы действительно у человека. И они подтверждают, что да, РФ-овские недействительные, а СССР-овские первичные, кто получал, он действительный почему-то. То есть, эта информация есть в Сбербанке, но у полицейских этой информации нет. Для них эту информацию скрывают специально. Ну, видишь, как бы это... Я хочу получить свою вещь обратно, я ее получу. Вот хочется мне вещь эту получить, которого меня забрали обманным способом, на хранение. Я же не подписывался под утилизацией. Они ее взяли якобы на хранение. Значит, эту вещь должны вернуть. Но эта вещь была все-таки копией. Оригинал у них есть. То есть, с них надо трясти оригинал, по идее, этой вещи. А ты писал заявление о краже СССР-овского паспорта? Кража? Сейчас еще напишу о краже. У меня пока тут такие движухи идут. Я сейчас, башка трясется от СССР. Я сейчас на суде и натребливаю. То есть, по векселям, по оплате векселя. У меня судья заторчала там. Она сдуру написала полтора ляма долгую. Но она, конечно, потом уже в будущем исправилась. Но это меня вообще никак не колышит. То есть, я... Есть решение суда первоначально, первой инстанции. Вот я и вексель выписал. У меня вместо ляма с чем-то стало 278 тысяч. Но полностью не погашено. Правильный долг не погашен. То есть, векселедатель что сделал? Она занимается мошенничеством. То есть, я ее по 159-й там еще прокачу. А фашисты обязаны это все сделать. А также есть документация. Именно ответы с ихнего УФССР. Что ОСП и УФССР не являются органами государственной власти. Там к Российской Федерации вообще никакого отношения не имеют. Ну и то, что они все на гражданской службе, замещающие должность. Вот как бы так. Я сейчас насчет этого все там перевернул, как мне надо. Там куча статей, короче. Куча... Ну все, что по векселям связано. Куча постановлений. ФАС там, пленума там и всякой другой хрени. Короче, все туда вколотил, все что надо. И отправил сегодня главного в Пермского края. Пускай радуется. Так как я уже туда заявил. Ну, уведомил этого полупокера, блин. Что я генеральный исполнитель своего юридического лица. Там все это расписал, чисто по канонам все раздал. Это... Ну, я вышел на 31 странице, как бы. Я как смог, так сжал. Но, в принципе... Андрей, Андрей, мне к тебе просьба. Не используй опасные слова, там, ярлыки не навешивай ни на кого. И перестань материться. Идет запись. Кстати, Антон, запись идет, это хорошо. Насчет матершины. Вот, Игорь, когда ты его все поправлял, Игорь не матерись, он не матерился. Он разговаривал на своем, как говорится, на языке своих предков. Это сакральная... Андрей, Андрей, я все понимаю. Я все понимаю. Но мой чат, мои правила. Я бы, если потом буду видео делать, я потом замучаюсь вырезать все ваши моты и все ваши опасные слова. Поэтому, если ты хочешь материться, пожалуйста, я тебе не запрещаю. Но только не в моем чате. Нет, не отнимай мое время потом из видеомонтажа. Я просто потом, каждый твой мат, мне придется переслушать как минимум 6 раз. Ты меня тогда вырежешь. Я же не думал, что ты записываешь. Я же предупредил тебе. Голосовой чат на записи идет. Я не предупрежден был. Я не вооружен был. После того, как я предупредил, ты все равно не начал подать, что моты это хорошо. Ну все, я сейчас, видишь, я же не знал, что ты записываешь. Сейчас памперс поменяю. Отображает информацию здесь. Вон идет это. Как там, красной точкой, мне говорят. Значит, записи идет. Красной точкой. Пи-пи-пи-пи. Какой пи-пи. Научись-то. Я давно, я тебе говорю, уже три года как общаюсь, в постоянном режиме, как будто меня постоянно пишут. Как будто я всегда в прямом эфире. Всегда так разговариваю. На языке приветков. Я вот не договорил маленько. Ну короче, написал я, уведомил. То есть после уведомления мы пишем уже повеления и приказы. То есть приказываем, что им делать. И они обязаны подчиняться. Если они не подчиняются, им прилетают. Причем прилетают очень хорошо, если кто-то думает, что, ну как прилетает, его там осудят или еще что-то сделают. Нет, это на ментальном уровне. То есть все это превращается в физику. Моторчик остановился, крыша съехала. Вышел с третьего этажа, под автобус попал. Как это у нас любят говорить? Карма мгновенная, да? Нет, это не карма мгновенная. Это реальные вещи, которые, если он ослушался, как говорится, живет не по, как нам завещал творец, да, допустим, как хочет творец, а как хочет он сам, то его из этой жизни и на исправление в другую. То есть отрабатывать свои косяки. То, что он здесь наделал. Вот как-то я так это вижу в своем представлении. Потому что я здесь уже очень долго живу, да, в разных воплощениях. Поэтому многие вещи, которые в голову приходят тебе, ну как бы, знаешь, там, о, меня осенило. Да не осенило, это из прошлой жизни воспоминания приходят просто. Вот и все. Какой-то вопрос был. Вопрос у меня по поводу паспорта СССР. Если человек, допустим, не получал паспорт СССР, ну по возрасту, да, уже в РФ получал, то если по утрате вот паспорта и получения нового, я так понимаю, что не нужно не расписываться в форме 1П, правильно? Или я что-то неправильно поняла? Да нет, а можно и расписаться, ничего там страшного не произойдет. Просто не забирать и все, не приходить. А, паспорт не заберут. А вообще эти паспорта – это римское право. Это римское право. Все завязано на нем, куда ни кинь. Да, везде римская символика, римские цифры, все вот это. Но римский культ прекратил в 13-м году свое существование. То есть 14 марта 13-го года. И после этого все гражданские суды, вот эти вот гражданские дела, они – это мошенничество. Они не имеют права никакие гражданские дела заводить. Ну, там много всего. Ну, там много сейчас мошенничества. Сейчас они жулики, да. Ну, а как в этом случае? Как без паспорта? Да, ну, как без паспорта? Ну, как без паспорта? Все дети в снарождении? Ну, я, да. Я же живу без паспорта. Ну, вот, мне интересно, я почему спрашиваю? Ты же говоришь, месяц только. Ну, нет, месяц. У меня давно уже, я его еще в декабре месяце с этого что-то как-то расстроился очень сильно и почекал его. Ну, я вот тоже хочу просто заявить, как утерянный. А вот этого не надо было делать. Надо было аккуратно все сделать. Надо было снять с регистрации, потом его утрату сделать. И потом вот таким макаром, типа, новый получил, но не получил, и все. То есть кипишить не надо было. Я сейчас со своими эмоциями немножко справляюсь, да? Ну, я тоже пока собираю информацию по крупинкам, чтобы не наделать ошибок, чтобы все правильно сделать. Сначала хочу разобраться прям досконально. Ну, что было в Советском Союзе, было то же самое, те же физлица были, те же, 74-го года, именно, 74-го года. Вот эту вот подмену сделали. То есть вот эти вот копии выдавали, там физлица сделали все эти. Только, ну, не говорили прямо, что ты физлицо, да? Там говорили, как советский человек, гражданин. Гражданин говоришь, о, я гражданин. Ну, никто же в это римское право не вникал. Ну, это же тоже была фирма уже, да? Что такое человек, никто не понимал. Это все юридические фикции, навязанные римским культом. Ну, да. Ну, вот у меня вопрос такой именно, что если вдруг по возрасту, я не помню, мне 39 лет, но я не помню, чтобы я получала паспорт СССР. Ну, гражданство, ну, вернее, свидетельство о рождении, понятно, что еще в 82-м году было СССР. А вот чтобы я по возрасту паспорт получала СССР, я этого не помню. Мне кажется, я его уже и российский получала. Получала, получала. Сейчас скажу, даже год такой. Нет, нет, нет. У меня сестра 80-го, да? Уже не получала? Получается, уже, да, уже не было. Я еще успел выхватить, я 78-го, да, мой сосуд из крови и плоти 78-го года выпуска. Ага, значит, уже не получала. Получала, получала. Подождите, подождите, посмотри, свидетельство о рождении, там должен быть стоять квадратный прямоугольный штемпель, выдан такой-то паспорт. Именно указан серия номеров СССРовского паспорта. Там прямо увидишь, там какие-то римские цифры, ФР там, или какие-то... Я не помню, до какого года, до 96-го, что ли, их получали. Я посчитала, что, да, 16 лет мне было, получается, в 98-м году. А в 98-м уже... Да, уже как раз начали выдавать российские паспорта с 97-го, думаю, да, они начали. Да, они еще начали выдавать. И по поводу этого, по поводу процедуры, если задумаете это все делать, то продумайте заранее не только снятие с регистрации персоны, но и получение водительских прав на 10 лет, это тоже удостоверение личности, и загранпаспорт. Это надо сделать по новой, у меня только новые права. До утрата. До утрата. До утрата, ну вот я делал в 2000-м году. Ну и все-таки у меня тоже сделал, я в 19-м году, но я-то меняла в 90-м году. Я тоже меняла, да, тоже меняла. Через 10 лет там же меняла. Вообще, мы имеем, мы вправе сами себе любые документы делать. Да, но это пока еще, как бы это. Российская Федерация уничтожена. Вот эти права, они на самом деле, Антон, они вообще никаким удостоверением личности не являются. И это просто то же самое, как это сказать, персона, фикция. Как они говорят, грешники, вы это самое, вы же водитель, я говорю, нет, я не водитель. Я мужчина, управляющий данным транспортным средством, а водитель у меня лежит в кармане. Вы хотите попользоваться моим имуществом без моего разрешения? А может, его насильно хотите вытащить из моего кармана или под угрозой огнестрельного оружия, на которое у вас нет лицензии? Нет, не хотим. Ну тогда я поехал, да, счастливого пути. Вот и все. Типа того. То есть даже не показываешь, что вам? Нет, я услугами их не пользуюсь. То есть они уже все тут знают, все в курсе. Но я уже как бы это пешеходиком, да, гуляю сколько, наверное, месяца 4 или 5, да. А так я вообще как бы с ними вот так разговаривал. Я им просто говорю, вот вы кто? Он говорит, я там лейтенант такой-то там тролевали. Вообще над ними глумился. То есть как он не останавливает, я ему говорю, я говорю, братан, я говорю, тебя не могу подвезти. Ну как бы это ни по пути, ни по дороге. Он говорит, так я, говорит, это не голосовал, я, говорит, вас остановил. Я, говорю, что фильмы «Терминатор» насмотрелся. Говорю, на такой скорости меня останавливает. Я инспектор там такой-то. А, это вы, говорю, это представляете юридическую фирму ГИБДД. Я говорю, не нуждаюсь в ваших услугах. И в вашей фирме тоже. Вы меня будете принуждать к своему услугам. Возможно, из применения физической силы и огнестрельного оружия, на которое у вас нет лицензии. Нет, я поехал, он такой, товарища, счастливого пути, и все, я поехал дальше. Максимум рекорд был 30 секунд с ними разговор. Максимальный, вернее, минимальный разговор был 30 секунд, максимальный, где-то мы с ними возились минут 15, наверное. Там так... У тебя видео есть об этом? А я, кстати, это, они меня попросили, говорит, это удали нас, говорит, оттуда у меня там было видео, наверное, два, как я их немножко снашал. Ну, а потом я их удалил эти видео. Мы, говорит, все осознали, все понимаем. Вот, поэтому, говорит, ну его нахрен. Я говорю, хорошо, я говорю, среди вас, вот я знаю, что у вас там три этих полоумных есть, говорю, которые, ну, знаешь, там, этого, крепко броня и танки наши быстро. Я говорю, остальные, это вроде осознанные. То есть ко мне тут ребят из Челябинска приезжал ко мне Истислав, то есть мы с ним катались на десятине с гербами СССР. Вчера остановили, пообщались, все, привет, привет, все, поехали дальше, как бы нормально. То есть вот. У меня еще такой вопрос. Все же, опять, дураков, дураков, кстати, среди МВД все меньше и меньше становится сотрудников полиции, и по большей мере они уже соображают, что делают. Среди вот обычной вот этой биомассы больше придурков. Среди полицейские приходят, они адекватно себя ведут, все осознают, все говорят, как надо. А эти маски нанюхались, шернулись, все, фляга свистит, куда полетели, неизвестно. Так, Андрей, у меня к тебе просьба, не забывай, что ты не один в чате, это раз. Во-вторых, ты не в прямом эфире у себя на канале и не под видеозапись. То есть нужно живое общение. Делай побольше пауз, либо говори покороче, чтобы народ мог задавать вопросы. Не только тебе, но и другим чатам. В принципе, да, могу шаблону четко отвечать. Знаешь, как в армии, есть так точно. Нет, а шаблону не надо. Вот сейчас хочу задать вопрос, очень важный, ну для меня, по крайней мере. Обязательно ли для самоопределения, ну вот я самоопределилась, да, обязательно ли нужно делать декларацию самоопределения, или как-то бумагу, документ составлять, и куда-то его там отправлять, ну на видео, по крайней мере, его озвучивать, да, что это как в СМИ должно быть. Или же я могу как-то просто в системе подписываться, вот там, живая женщина, там, Анастасия. Или обязательно вот эти действия нужно снимать. Вот он, Антон, там что-то хотел сказать, Антон, ну-ка скажи. Вопрос, кому он режим уже? Ко всем, кто сможет ответить. Давай, Андрюха, перестань. Ну смотри, живая женщина, но кто вот не знает, что ты живая, вот ты ходишь, да, ты двигаешься, вот ручки, ножки есть, я говорю, говоришь, как ты можешь быть, ты мёртвая, что ли, женщина? Ну это же шизофреник тогда получается. Или умственно отсталый дебил, кто этого не понимает. И всякие декларации, там, всякую фигню писать, а зачем? Есть уведомления, вот смотри, если ты в газете публичное уведомление не писала, в любой газете, неважно. Нет, нет, я вот спрашиваю, именно за эти действия нужно, обязательно? Смотри, по канонам чисто, вот если идти, там чётко написано, что вступая в должность генерального исполнителя юридического лица, то есть вот это вот юридическое лицо, которое создали первичное, это свидетельство о рождении. Всё, что пляшет от него, это персоны, генеральным распорядителем, которых ты являешься. То есть тут надо понимать, тут не понимать даже, осознавать нужно, осознавать сознание того, что происходит вокруг. Газета – это единственное, как говорится, единственное юридическое, может сказать, ну, пускай будет юридически, да, значимое действие, которое… А то, что на Ютубе, вот у нас кто-то с Ютуба решил такое уведомление публичное сделать, да, оступление там в должности, ему сказали, нет, дружок, ты не вступил ни в какую должность. Ему прямо с Ютуба написали. Ну, понятно, кто написал, да. Вот и всё. Поэтому в газетке… А у нас теперь газетки упираться стали. Да, не хотят, я слышала, многие не хотят брать такое. Вот, ну, мы сходим в понедельник с газеткой немножко побеседуем, нежно, я думаю, что передумают. У меня был просто такой момент, у меня, мне пришлось вызвать милицию, ну, сказали, полицию, как это, у меня тут сосед пьяный пришел, у меня были дети дома, и я позвонила в полицию. Они приехали, я, конечно, уже пожалела 10 раз, что я их вызвала, но факт не в этом, просто они же брали, я же как вызывающий был, потерпевший вроде как, да, они брали у меня, ну, опрашивали, скажем так. И в конце написано «опрашиваемое лицо», распишитесь. Я говорю, я не буду здесь расписываться, что должно расписываться «опрашиваемое лицо», я же не лицо, я женщина. Говорит, ну, вы же гражданка. Я говорю, нет, где написано в паспорте, что я гражданка? Нет, нигде не указано, я женщина. Я говорю, давайте я зачеркну и напишу, что опрашиваемое женщину. Они упирались, упирались, но в итоге, скажите, пишите, что хотите, и я зачеркнула и написала. Но как бы это не считается вот именно юридически значимым каким-то действием в системе? Или это все фигня какая-то? Система видит, кто как себя ведет, и кто как себя преподносит, как говорится, в окружающем мире. То есть считаете? Каждое действие учитывается, каждое. Поэтому все это как на, как сказать, как открытая газета, которую каждый учитывает. Но в газету давайте обязательно прослушивают. У меня эти сотрудники ФСБ просвещаются ежедневно. Ежедневно. Да. Платил мне и станут. Ничего страшного в этом нет. Всем здравия. Про газетки могут что-то добавить вам? Конечно. Вот смотрите, есть Кемерово газета, есть «Заря» называется. Я могу скинуть кому-то из вас или Андрею, кто как видит контакт, как мы уведомляли, то есть о вступлении в должность, потом по поводу еще там одного момента. Ну, долго объяснять, я могу это скинуть, как бы они берутся без вопросов. Там они публикуют муниципальные свои все моменты. Ну, там кому не сложно, можете найти такое издание, «Заря» называется, Кемерово издается. Вот. Мы туда отправляли, у меня там есть. А если я в Краснодарском крае? А я не знаю, мы пробовали через… Я скину и Кронштадтские, то есть мы в Кронштадте публиковали, но когда мы последнюю делали уведомление о том, что, ну, за нарушение, как говорится, прав, за каждую минуту, они нам должны по грамму золота, то есть вот, они отказались, потому что там фигурировал президент там России у нас, там, ну, все такое, как бы, то есть все должностные лица, но мы опубликовали это вот в Кемерово, в «Заре». То есть, кому надо, я потом скину там, после чата, я вот так послушаю. Не надо. Просто такая вот, как бы, это самое… Андрей, я тебе могу скинуть, мы с тобой это, в принципе, уже не так на связи, но… А мне как, это найти, да, по нику? Стоп, 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 народ, народ, остановитесь, перестаньте говорить одновременно. Если не разговариваете, отключайте микрофон, эхо возникает. Один говорит, остальных микрофоны выключены. Ну, спрашивайте, кто получил. Да, можно спрашивайте. А как мне тогда, по нику найти, да, просто? Ну, да, вон можно через интервью найти, да, да, да. Все, спасибо. Андрей, есть контакт, если еще. Так, и… А можно… А с Украины можно также газету найти? С Украины, ну, с Украины я не знаю, я с Украины не контачу, но, в принципе, попробовать поискать можно, я думаю, найдем такие платные, как бы… Бо мне 12 газет отказали, блин, я же тоже хочу уведомить. Я тут вообще в жестком отказывают все. Ну, мы же там разговаривали по этому поводу, я же тебе говорил, ищи, 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 то есть, либо научись разговаривать, либо в живую сходу поговорить. Антон, уже всячески, мне и Андрей помогал, уже всячески я. Нет, у них идет отказ, пошло на все. Значит, это твой урок, научиться это, дать объявление. Вот тебе урок великий, научись. Не знаю, я же жду, терплю, но надо, у меня еще прокуратуру надо сделать. А можно я вопрос задам? Антон, а есть кто-нибудь из людей, потому что у нас сейчас тут на Украине, я выяснила, что создаются территориальные группы, а это идут под нацистами, и то есть, они предлагают свои услуги только если с ними подписываешь договор. Ну, то есть, мне надо один документ переделать, чтобы вступить в права прокуратуры, переделать, чтобы правильно, юридически, грамотно, чтобы ваши законы переделать на наши. Нету такого человека в чате. Я не понял, какие нацисты, какие права прокуратуры, о чем ты говоришь вообще? Ну, у меня есть тут знакомые, мы с ними как бы взаимодействуем, но они хорошо законно разбираются, но они предлагают только подписать с ними договора, и тогда они помогают, чтобы юридически, грамотно составлять документы. Понял? Потому что у меня самой не получится. У вас другие законы, они по-другому троектируются, а у нас они другие. Тут у нас, я разговаривала с Лэси, она говорила, что у нас тут вообще они другие, и уголовный кодекс есть, ну, по-другому вообще значение идет. А так как мне надо этот документ составить... Подожди, 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 ясно. Мы с тобой уже разговаривали на эту тему, я тебе говорил, ищи соратников именно с Украины, которые разбираются и в украинском, и в русском языке. Не могу найти, Антон, не могу. Вопрос в другом, это я тоже все слышал, я тебе посоветовал искать в других чатах. Вот здесь ты можешь сказать, ау, народ, есть кто с Украины? Можно слово? Говори. Я попытаюсь через Белоруссию, может быть, как-то найти, там у меня Белорус есть, может быть, там с Украиной общаются, ну, он там нормально продвинется уже, все хорошо, вот, поэтому, ну, тоже там, не знаю, заметьте там меня, и потом как-то отдельно уже спишемся. Добро. Ну, вот видишь это, Елен, за тебя произнес твое желание, научись проявлять волю, не размузоливать, не задавать вопросы, а сказать, народ, хочу сделать это, волеизъявление, прошу выйти на связь или дать контакты тех, кто... Ну, что, не можешь вот это сформулировать, свое желание, что ли? Ну, я, чтобы донести правильно, стараюсь. Да не надо правильно, там, эту всю предысторию, четко и коротко, ставь задачу для всех, мне нужна помощь, человек, который знает Украинскую, ей и РФСКО загадастит, все. Поняла, приняла. Я спрошу, есть у меня чат, где там, ну, не знаю, сколько там, 400 там, или сколько там, там есть с Украины, по-моему, пятеро с Украины есть, просто надо почаще туда заходить и спрашивать, то есть, ну, буквально, ну, каждый час, ребята, есть кто с Украины? Вот, я такая-то, хочу найти недомышников, то есть, оттуда-то, оттуда-то, там, с Киева. Откликнуться по-любому, потому что я вот так вот уже пятерых соединил там людей в этом чате. Вот. Насчет того, что вот уведомления все хотят сделать, уведомление, там, вступление в должность генерального исполнителя, юридического лица, там, забивали, но кто-то хоть осознает следующие шаги, вот, допустим, по звонку и спросят, а что это вы тут написали, а что это такое? А откуда вы это взяли? И, оп, и приплыли. Вот тут самое интересное начинается. Вот она называется, осознанность. Ну, это мы в самом начале рассуждали, вот, Галина задала вопрос, правильно ли я в своей шапке что-то там написала. Я и начал разъяснять, что все начинается с осознанности того, что написал. Потому что самоопределение, оно от слова «сам», «сам» определяешь кто-то. Да, совершенно верно, ты можешь трактовать по-другому, да, не шаблонно. То есть, ну, все, даже документы составляешь, ты, допустим, составляешь одни документы, а другие смысл один, но составлены по-разному. Система это тоже видит. Она видит шаблонщиков, видит те, кто сам это делает. Допустим, ты мне скинешь свою шапочку посмотреть, что ты как там информаешь, я тебе свою юзкину посмотреть. Мы можем с тобой обсудить это в личке, вот и все. У кого вопросы? У кого еще есть вопросы, задавайте. У меня есть. Можно, Антон? Я хочу Андрею задать вопрос. Говори, говори. Андрей, я по поводу почты. Не отдают письма. Неделю назад пошла, не отдали письмо, вызвала полицию. Полиция бездействовала, отвезли меня к участковому, потому что наш участковый был в отпуске, отвезли к районному участковому и написала там заявление сама. Я вот не знаю, правильно это сделала или нет, потому что впервые столкнулась с полицией. Ну, я отвечу. Ошибка номер один. Все заявления составляются по месту преступления. Не надо никуда уезжать. Я вот в ролике три штуки выпустил по этим обормотам. Я говорю, почему, как нужно это все. Он меня тоже, пойдемте, проедемте там, составим в отделе. Я говорю, не-не, я же не могу с собой почту увезти, вам в отдел. Преступление совершено здесь. Вот, подлог. Нету лицензии, нету этого, нету этого. Здесь на месте все делали. Все на месте делали, оформляли. Итог такой. На этом почтовом отделении, номер один, на котором я все это делал, поменяли начальника отделения и некоторых сотрудников. Вот. На втором отделении, я не знаю, что с ними там произошло, но мои письма стали долетать до них в этот же день, как они туда прибыли. А после того, как я несуществующий филиал почты, это неизвестно какой там почты, размотал, мне сейчас выдают любые почтовые там, ну, письма там, что там, заказные, не заказные, просто без всяких документов. Они говорят, вы хоть что-нибудь нам тут поставьте. Я вам говорю, конечно, ВЦ, Андрей, все, привет. Все остальное я просто перечеркиваю буквой Z с обоих сторон. Вот и все. И никто слова не говорит против. Они знают, что с ними будет в последующем. Если так каждый будет делать, будет порядок. И на почтах ее изделия. Ну, вот я в понедельник хочу пойти, мне пришло судебное письмо заказное. Я хочу также вызвать полицию, но уже настоятельно там, чтобы они составили, потому что они мне лапшу на уши навешали. Поедемте. У меня как раз телефон сел. В общем, забит чем-то был, и я ничего снять не смогла толком. В общем, все к одному. Ну, в понедельник я хочу взять выходной и там посвятить почте, потому что мне надоело это тоже. Я все ролики твои смотрела. У одного не ездить. Вдвоем, втроем обязательно, потому что... А нету, нету у меня таких людей. Ну, надо искать, значит, таких людей. Когда ты что-то будешь желать, оно это обязательно появится. Какой город? Москва. В Москве никого нету? Ну, среди моих знакомых никого. У меня все подруги, они все... Дома, Юн, напиши в чате, здесь задачу поставь. Ау, есть кто из Москвы? Мои контакты такие-то. Конечно. Попробую одна. Потом буду искать. Все, благодарствую вам. Как делают упыри? Они начинают давить со всех сторон. То есть, как шавки налетают со всех сторон. С одной стороны один рычит что-то, с другой стороны рычит, третий с третей. И когда ты одна находишься, ты не знаешь, знаешь, в прострации теряешься. Нужно... Дело не в этом. Когда один ходишь, есть очень большой риск, что тебя просто в психушку отвезут и все. И никто ничего не узнает. А потом начинаются звонки от родственников. Помогите, попала в психушку, непонятно за что. И мы тут все напрягаемся и вытаскиваем человека. В первую очередь найди себе соратника. Тем более в Москве это проще простого. А потом уже лезь куда-то. Ну я смелая. Вроде было спокойно все. Антон, а я сама добилась на почте все. Мне никто не помогал. Можно по почте слово скажу? Давай. В общем, как у меня было на почте, рассказываю. То есть сначала, пока генпрофиля еще не было, я писал от ИОФа. Потом, когда генпрофиль появился у меня, вот, я пришел, отправил. Сам себе не помню, отправлял, не отправлял с профилем, но без профиля начал отправлять. То есть когда первая была отправка в какую-то организацию, я потом фото скину, кому надо будет. Там интересный чек такой просветился. Сейчас уже на нем не видно, но видно было, то есть я когда отправил, мне выдали чек, она его как-то долго что-то держала, это письмо. Ну и в манипуляции над чеком не было. То есть я его как бы, ну, забрал, положил в конвертик, доехал до дома, там что-то километр мне ехать, минут 10, наверное, прошло. Что-то думаю, дай-ка сфотографирую это, отслеживаю, ну, посмотрю, как бы отправлю. Там, ну, по чату тоже там, дым-сюдым, и там интересная вещь посвятилась. Ну, я потом скину, кому надо будет. Вот, посмотрите, там как по-хитрому все сделано было. Вот, я не знаю, как это устройство вообще сработало, что там вообще было сделано. Ну, то есть вот, там появились такие с темным шрифтом, ну, когда вот подводишь, допустим, под лампу или под что-то еще, именно надписи правильным шрифтом, то есть кому как было отправлено, то есть и наискось они шли. Вот. Значит, что по почте я добился. То есть я нашел на районе у себя одно отделение, где мне вообще тоже так же без документов выдают. Сначала, то есть они зафиксировали этот акт, ну, я им копию оставил, цветную, все как положено. Вот. И все, то есть письма как бы без вопросов выдают, посылки международные выдавали. Вот. И на втором отделении также я пришел, показал, то есть сначала тоже не хотели там выдавать, давайте паспорт, а мы делали как? То есть распечатывали с сайта вот это вот извещение форма 22 полностью, только я единственный цвет поменял на фиолетовый и заполнял его красной ручкой, и убирал оттуда все вот эти вот надписи паспорт РФ или там военный билет и вписывал просто от руки акт СМЭ, ну, судебно-медицинская экспертиза, номер какой-то. Вот. И на втором отделении тоже, которое на районе у меня этот приходил, ну, почтальон такая не хочет выдавать, ну, там молодая девочка была, как бы, я говорю, зовите руководителя. Подходит руководитель, то есть я протягиваю эти документы, они как раз сюда вот пришли, ну, Андрей видел, там, я ему отправлял эти судебные письма. То есть все в живом мужчине Артеме, все как положено, на конверте написано, не капсом, соблюдением орфографии. Я говорю, вот мне пришло письмо, мне нужно забрать. Она посмотрела это и говорит, отсканируй, говорит, первую и последнюю страницу и в дело там, говорит, положи. То есть, короче, какие-то дела там заводятся. И, говорит, выдай. Вот. И вот так два раза я приходил, но я еще фотографию в полный рост, так же, как на акт СМЭ, печатал сбоку, то есть цветная фотография, все. Вот. И все без проблем. И она такая спрашивает, а что вы там, типа, не получаете на том отделении? Вы что, теперь у нас живете? Я говорю, ну да, вот так вот, как бы мне удобно. Ну ладно. Вот. И то есть несколько раз получал, а вот на том, на моем любимом, вообще без вопросов, то есть без всяких документов теперь просто прихожу, мне там, говорю, письмо пришло, трек-номер называю, все, мне вообще выдают все. Вот. И как-то так. И плюс по паспорту еще пока не забыл. Я вот слушал то, что кто по паспорту говорил. Я, значит, сделал что? Ну тогда еще не знал, и акта не было. В 19-м или в 20-м году я написал по утере заявление. То есть, ну, как бы, типа утерял, но я его не утерял. Вот. Соответственно, дальше что сделал? Они мне изготовили первый. У меня уже все, родина была к гражданину внесена, то есть все РСФСР, там все проставлено. Вот. Они мне сначала сделали, значит, без этого, без РСФСР. Я говорю, давайте переделывайте, я это забирать не буду. Они там обозлились все, короче. Ну, в общем, переделали второй раз. Я прихожу, смотрю, а что, говорю, опять капсулоком все написано. Ну, уже РСФСР добавили. Я говорю, я его не буду, короче, забирать. Вот. И нигде ничего не расписывался, просто его отфоткал. А у нее там, ну, подполковник там, по-моему, женщина была, у нее аж руки тряслись, когда она вот этот паспорт мне там протягивала. Все, я его отфоткал, ничего не забирал. Вот. Жду, пока есть, что-то, три года, потому что после трех лет он аннулируется. То есть, хочу проверить вот этот опыт. То есть, ни хожу, ни забираю, живу так же без паспорта, по военнику. Ну и, как бы, все. Вот, в принципе, если какие вопросы есть, нюансы, могу что-то подрассказать. Ты зайди на сайт МВД, проверь свой вот этот вот аусвайс, который у тебя был до этого. Как он там прописан у тебя? В середине действительно этот матч уже проверял. А у тебя номер скишки, а то фотку сброшу, ты сам можешь его проверить. Нет. Они его не заблокируют, то есть, не уничтожили. Алло, алло, пермяки, я так понял, вы с одного города, научитесь разговаривать отдельно. А то вы вдвоем одновременно говорите, никого из вас вообще непонятно, что вы говорите. Нет, я с Петербурга. Ну, не знаю, но тогда оба научитесь разговаривать. Так, по поводу нахождения контактов, нахождения соратников, вот вам совет, очень действенный. недавно был в одной организации, взял книгу жалобы предложений, точнее, мне самому ее выкатили, что типа, вот тут типа, тоже ваши ходят, я говорю, где? Они говорят, а вот, в книге жалобы предложений, тоже тут красная ручка, что-то пишут. Я говорю, ну-ка, Открываю, смотрю, там, нашел четверых, которых я не знаю, а я, в принципе, по городу всех знаю, либо мне знают, звонят и так далее. А то я читаю, смотрю, телефоны указаны, имя указано, имя рода указано, телефон есть. Ну, я переписал, сфоткал, полистал, посмотрел, кто-то красный, кто-то фиолетовая ручка пишет. Вот вам совет, вы идете в любую организацию, в любой магазин крупный, не смотрите книгу жалобы, предложений, ничего не поясняйте, просто листайте и смотрите, там сразу видно, что на всю страницу, красная ручка, там буква Z, там без оборота на меня, видно это все сразу. И чаще всего телефон указывает, если не указан, свой прописывайте. Прошу автора данного, этого, воли заявления, позвонить мне по телефону, живой мужчина, хозяин меня, то сразу быстро, мгновенно всех найдете. Ну да, кстати, лайфхак такой неплохой. Мент родился. Давайте, давайте, вопросы. Вопрос можно, да? Пиши. Проект просвещения, есть вы в курсе, да, уже все? Да, комментарий хочу более подробный, что за проект, для чего делается, куда тянут, в какие трасты и так далее. Ну, ваше мнение, может Андрей, вот Сталин, ты Антон, там прокомментируешь, еще кто. Вот, более подробно, нужно ли это делать, то есть, их USD делать, скажем так, либо это уводят они в сторону. Все. Ну, на этом закончил, я вопрос. Вопрос ясен, Андрюха, ответь, пожалуйста, я тут немножко кушаю. Приятного аппетита. Я тут просто, вот, ну, я, Ален, тебе отвечал уже на этот вопрос, что у всех, как говорится, своя голова на плечах, то есть, тут видно прямо вот, не знаю, видно прямо вот, кто, куда, кого тянет, и зачем тянет. То есть, есть те, которые ничего не дают, просто болтают. То есть, болтают, 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 как бы, туда-сюда. У человека голова кружится, он не понимает, а что такое случилось, а вот там же так говорят, а вот здесь так говорят. Я всегда всем говорю одно, смотрите, какие действия принимает тот, кто это вещает. Вот, Антон, он ходит, действия, у него определенные, правильные. Я хожу, показываю, как это нужно все делать. Документы составляю, выкладываю. А те, кто болтает, они реально уводят в сторону. Вот, растягивают, как в басти крылого, лебедь, рак и щука, а вот и ныне там. Вот что происходит. Такие бывают еще, блохеры, я их называю, да, у нас-то это такие, есть просто болтуны от того, что голова это не тем забита и как бы это, мысли в жизни путаются, а есть реально заряженные. У них, увидите сразу, у них там подписчиков под миллион, просмотров миллионы, то есть, вот это вот искусственно заряженные, которые растаскивают народ в разные стороны. Вот, жутино гоняют еще, я их тоже называю, это пугало, пугало, которое нагоняет жуть. Для чего нагоняется жуть? На людей, которые, вот именно люди, которые, творцы, да, которые вокруг себя создают сами этот мир. То есть, когда тот, в котором есть именно дух, да, божественный, он, когда все это переживает, пропуская через себя, он это в эфир выталкивает. Потом все это материализуется и вокруг него создается тот мир, который ему подпихивают, чтобы он его создал разными пугалками, страшилками, жутью всякой. И ему прямо скидывают вот таким вот людям, прямо, знаешь, вот эта вот система преподносит вот это все. То есть, рекомендуемые ролики, вот это, вот это, смотрите, все вот это, и он в этом мире находится, в мире жути, и жуть вокруг него происходит. Вот для чего это делается. То есть, тут разные существа, разные сущности. То есть, одни жуть нагоняют, другие тащат не туда, третьи еще что-то. Разобраться сначала очень тяжело, но когда ты все это осознаешь, кто, чем занимается, кто о чем, ну, вообще, вот как бы осознание приходит, уже начинаешь их по полкам раскладывать. А, понятно, болту, внимание не надо обращать. Еще эмоции сдерживать. То есть, некоторые не сдерживают эмоции, начинают, а, там такой-сякой. Да не надо, просто внимание обращать энергетику свою тратить. То есть, когда вы эмоции включаете, негативные, опять же, идет подпитка этих сущностей. На это все и рассчитано. Вы как батарейка, энергайзер, которые все хотят попитаться вашей энергией. И это их задача первоначальная, создать негатив. Когда мы научимся контролировать свои эмоции и думать о прекрасном, у нас все будет прекрасно, поверьте. Я на этом на своем опыте прошел. То есть, когда был негатив, негативное настроение, было больше негатива, вокруг меня был один негатив. Когда я стал позитивно мыслить о чем-то, стал позитивчик появляться. То есть, я думаю о том, что почта должна работать правильно, и она работает правильно. Я действия определенные, да, по этому поводу делаю, чтобы она работала правильно. Пускай она не легитимная, жулики, да, мошенники, но я хочу сделать так, чтобы она работала как часы, как мне хочется, как надо, чтобы мы не требовали ни с кого там никакие паспортные данные. Андрюха, 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 у меня тут не шикарный ужин на весь стол. Ты уже черный, ты уже налился. У меня маленький бытный брод. Я тебе к чему говорю? Я тебе к тому, что не отклоняйся от темы, ты уже про почту что-то начал рассказывать. Тебе было бы задан вопрос конкретно. Осознание должно просто быть. Четкое осознание, кто куда кого тянет, по действиям, негатив, первое. Второе, это, ну вот, когда ты смотришь, вот, тема, тема, реально там, начинают кого-нибудь засирать. когда кого-нибудь, кто-нибудь засирает с экрана, этого уже можно персонажа не смотреть, это все конченый. То есть, ничего хорошего вы там не получите, сто процентов. Вот засирал его, потом, еще мне не нравится то, что начинают там мусолить бесконечно одну и ту же тему, в плане того, где-то прицепили какую-то новость, и все, и пошла она по кругу. То есть, ничего своего нету. Люди мудрые, они свое что-то предлагают, что-то свое предлагают. Ну, как они видят этот мир и стараются помочь. Если тот, кто вещает, не старается помогать, а зачем ему на него время свою жизненную энергию тратить? Он пытается питаться вашей энергией, а не отдать вам что-то. Антон, ты доел бы тюрьму, продолжить? Да, доею. Специально торопился, а то ты сейчас тут про маму, про папу, про дядю. Тебе конкретный вопрос задали про канал просвещения и про Тимура. Так вот, отвечаю конкретно по делу. Значит, чем мне не понравился, чем мне не нравится в этой теме? То, что канал просвещения не содержит абсолютно никакой практики. Я там у них не увидел. Там у них идет сплошная теория, надо так, надо так, надо вот так, исследуют вот так, а единственный источник это госакты. Я их не читал, но я прекрасно понимаю, что их пишут такие же люди, как и мы с вами, возможно, немножко другие, но факт в том, что никаких подтверждений обстоятельствам, которые не указывают, я еще не видел именно практически. Когда я попросил эту практику, мне сказали, что это нереально, у нас всю практику удаляет. меня это удивило, как так, теорию удаляет, а практику, теорию не удаляет, а практику все удалили. И второй момент, мне не нравится, что они все скрываются. Вы хоть одного знаете с канала просвещения? Ну, кроме Тимура. Он показывает только имя, отчество и голос. Себя он не показывает, обратной связи не дает, никаких контактов, других нет. То есть обратной связи нет, практики нет. Стоит ли верить этому всему, решать каждому самому. Хочу немножко добавить, можно? Конечно. Вчера разговаривал с человеком, в общем, Карякин был в этой структуре, так скажем, в проекте просвещения, и он удалился в НСПЧ. Вот, человек конкретно в этой теме давно, с кем я разговаривал, вот, он мне конкретно сказал эту информацию. Какую? Ну, про Карякина, что Карякин был в проекте просвещения. Они там что-то не поделили, и Карякин ушел в НСПЧ. И что? Ну, я просто как, что говорю, что идет какой-то там у них неполадки, получается, в системе выхни. Ну, это ни о чем не говорить. Из любого чата кто-то входит, кто-то выходит. Сочетовцы, можно задать вопрос? Ты уже задала один, давай второй. Слушаем. Да. Значит, смотрите, я уже писала там, подала более изъявлений в Роспотребнадзор местные, они подали, передали все это, мне пришло уведомление о том, что они передали в МВД, в МВД в отделение. Вот это уведомление, и пришло точно так же с Министерства здравоохранения, то, что они перед уведомлением, они переместили это все на областное. Вот это является векселем или нет? Вот то, что уведомления, они там две подписи электронные, и пишут, что это хранится где-то в электронном виде. Это является векселем? Нужно отвечать им или нет на эти уведомления? Во-первых, смотри, нужно отличать вексель от оферты. Вот есть же четкий ГОСТ, в котором говорится, что даже эти, как они, блин, забыл, Рос, которые там эти лицензии всякие выдают-то, оттуда ответ, четкий ответ, что электронная подпись на бумажном носителе является недействительной. Она только заявляет документы, копии электронных документов. Так вот, что это такое, да, какая электронная подпись, ключ там проверяли, не проверяли, что он там, бьется, не бьется, ключ вообще. Ну, то есть, это просто фельдкинограмма-то, да? конечно. Понятно. Мало того, еще пишет, понятно. Перечеркнули, то есть, они направили обратно. Ну, это аффета, мне ее нужно перенаправить куда-то? Что в ней написано? Вы, когда ее читаете, допустим, сели спокойно, почитали спокойно, и, как бы, понимание, а что там написано? Вам что-то предлагают, может, согласиться с чем-то предлагают, или еще что-то? Нет, ничего не предлагают. Пишите. Понятно. Написано, не по существу, это самое, нету подписи должностного лица, то есть, ваш ответ является недействительным. Все. Все, поняла, спасибо. Получить ответ от до уполномоченного должностного лица. А такое у нас где выписки с игрю? Пускай сам отвечает. Я поняла, спасибо большое, спасибо. Можно слово? Так, народ, вот эти все вопросы, можно я задам вопрос или можно слово, давайте их, исключайте из своего лексикона. Если ты спрашиваешь можно слово, можно задам вопрос, ты уже задал вопрос, сразу задавайте вопрос. Этот чат создан для задавания вопросов. Задавай. Хорошо, чтобы просто никого не перебивать. кто из участников по ЗАГСам какие действия делал? Кто родину вносил гражданину? Я вносила ребенку своему, а по себе еду сейчас в Украину, попытаюсь пробраться через эту границу и хочу в роддом попасть и в ЗАГС. А по ребенку, по своей дочери я уже сделала это все. А в Украину в какой город? в Киев поеду. А из наших кто не из Украины кто-нибудь что-нибудь внес, там Андрей, Антон, кто-нибудь вносил? Нет, я вообще ничего не делал. Но я внесла здесь, в Пушкино, подмосковье по дочери своей. Ты расскажи ситуацию, что было, что сделала и как стало. Значит, смотрите, история у меня до сих пор продолжается. Я пошла по себе. Я думала, что я здесь смогу сделать выписку по себе. Мне сказали, что мы можем вам сделать запрос в Украину, но это будет долго. Понятное дело, что долго мне не хочется, поэтому я решила сама попасть в место, где я родилась и попасть туда же в ЗАГС. Заодно спросила форму 4 в ЗАГСе города Пушкино. Они мне запросто выписали, достали книжку, выписали, сделали справку, выдали на руки. Я тут же посмотрела, говорю, а почему ребенок-то написан? Почему обезличено все? Они попросили написать заявление, я написала волеизъявление, а не заявление. Внесли внизу в записи в этой справке, проверила, чтобы внесли опять же таки в систему. И когда увидела, что нету страны рождения, я говорю, а где, почему нет страны, где родился мой ребенок, дочка моя? А, говорит, РСФСР, я говорю, а почему вы не внесли? А это нужно, чтобы она сама пришла, написала заявление. Я записала ее на день, но дома уже обнаружила, что 34 года назад была в актовой записи, ошибка допущена. Отец у нее родился в июне, а его записали в июле. То есть два разных человека. Теперь они требуют, чтобы отец взял справку из ЗАГСа, из актовой записи, где он был вписан его родителями. И только после этого они изменят все данные. Вот такая ситуация. А это опять же таки там же, в Киеве. Поэтому еду по всем вопросам решать там. Свидетельство рождения отца, они сказали, нам не нужно, нам нужна только справка из ЗАГСа. Все. Ясно. То есть по воле заявления вносят изменения, корректируют. И ни разу не было так, что пришлось бы обращаться в суд. Они мне сказали так, что дочь придет, когда вы возьмете по отцу вашему справку, по отцу ребенка привезете справку, то она напишет заявление на то, что хочет внести страну рождения, и только мы дадим отказ, вы подадите в суд, и только после этого мы внесем изменения по решению суда. Вот такая процедура. Во-во-во, нам тоже самое сказали. А данные куда вносятся? В саму форму номер 4 или в актовую запись, то есть в первоначальный источник? В актовую запись и форму 4 они внесут изменения. Ясно. Надо пробовать без суда. Что вы сделали с этим ЗАГСом-то? Вот вы сходили туда, что вы сделали? Вы выпускаете юридическое лицо с дополнениями, иными дополнениями. То есть, что вы там сделали? Страна, в которой родился, кто родился? Дочь родилась или родился документ? персона рождается юридически. Андрюха, говори, пожалуйста, погромчите. Это даже не персона. Это документ родился. Реальная бумажка юридическое лицо. Это юридическое лицо создали. Кто-то в какой стране родился, не родился, а создан. Создан в юридическом лице таком-то таком-то. Это все юридические лица. не создавались. Вот они. У нас раньше в деревнях жили же без этих всяких свидетельств о рождении, всякой хрени. Их заносили. Единственное, в книжку, в церковную, там это вот, как оно, римское право, римское курье, там это все. Все туда вносилось, в эту систему, делали вот эти. Но не было на руках никаких свидетельств о рождении. Свидетельств о рождении делались именно по-морскому даже праву. Там я вот видел. Ладно, А что тогда делать? А что делать? Тут фишка в чем получается, допустим, где ваша дочь родилась? На планете Земля. Где? Это что, неправда? Дочь родилась на планете Земля? Естественно. Так я после этого еще волеизъявления хочу в газету напечатать. я понимаю, а почему тогда они в этом свидетельстве о рождении не написали, что она родилась на планете Земля? Какой СССР? Она что, в фирме родилась, что-то? А что, что можно и так попросить, потребовать? Пускай на планете Земля пишут. Я вот эти актовые записи. Татьяна, я тебе открою секреты всемогущие. Да. Спасибо. Я только начинаю прозревать и учиться. Учусь. Спасибо. Тоже не надо употреблять. Нас спасать не надо. Благодарствую. Благодарствую. Учусь. Учусь. Благодарствую. Да, я тут хочу сходить у дочки маленькой у самой. У младшенькой это свидетельство о рождении. А, у сына еще можно, у меня же это аус-вась не получал. То есть... Плохо слышно тебя, Андрей, говори погромче. Антон, я и так уже у хрота держу тут. Бо. То есть... Артем, не забывай микрофон выключать. Хочу, хочу актовую запись аннулировать и мы можем создать так, как нам нужно. Очень они будут беситься, подпрыгивать, но сделать ничего не могут, если мы четко все это основательно разъясним. А как? Откуда и куда берется. Логически. это запись убрать? Как это запись убрать? Я-то понятно, я их буду по божественному праву, по позитивному долбить. Это все... если хотя бы в том плане, что логически, где родился ребенок? Они сразу зависают. Ну, как бы это в Российской Федерации. Вы вообще осознаете, что вы сейчас сказали? Вы как себя чувствуете? Как может ребенок родиться в компании, в фирме? Вообще-то мой ребенок родился на земле. А почему вы написали, что мой ребенок родился в фирме? Вообще, что творите? Все, актовая запись уже негодная, она уже ничтожна юридически. А это делается для того, чтобы не ребенок, а мальчик или девочка не могли заявить свои права по праву рождения на землю. Правильно. С шнуровой книги. И на свое наследство, на свои коллатеральные счета. Вот и все. Все. Вот для чего это делается. Это свидетельство о рождении в канонах прописано. Это выдается только рабам. Поэтому мы вступаем в должность генерального исполнителя, юридического лица. Получается, что волеизъявления писать, удалить актовую запись вот ту, которая есть. и требую и требую вписать то, что девочка родилась на земле. Они же не сделают это. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. поправлю вас. Для того, чтобы о чем вы говорите, необходимо сначала федеральный закон прочитать об акте гражданского состояния, а потом определиться, какие вы изменения и для чего собираетесь сделать. Андрей правильно сказал вначале. Аннулировать нужно неправильную актовую запись и создать ее по-новой правиле. Для этого нужно прочитать федеральный закон об акте гражданского состояния. Поняла. Спасибо. Благодарственное. Благодарственное. Подожди, Татьяна. Андрей, подожди. Татьяна, сто раз отмерь, один раз отрежь. Ты уже услышала там от Андрея звон, что он там что-то собирается. Так он-то со своими знаниями и то, только сейчас созрел. Понимаешь? А ты уже решила побежать. Так вот не беги. Изучи сначала все вопрос. Вдоль и поперек переворачивайся, крути как хочешь, но действовать совершай только после того, как у тебя будет достаточный уровень знаний и осознанности. Ясно. Ясно. Можно я Тане еще один совет дам по поводу свидетельства? Угу. Тане, я тоже 20 лет назад потеряла свидетельство о рождении и я в школе, там, где училась, запросы сделала и нашла там свое свидетельство, копия, правда, с оригиналом печати СССР и свои эти документы, ну, вот это книжка медицинская. я все потребовала и мне переслали заказным письмом. В школе? В школе? Да, чтобы ты не бежала в ЗАГС, в Украину, ты можешь прямиком пойти, где ты училась, в школе и по телефону, даже ты сейчас находишься в России, не надо тебе даже выезжать в Украину, сделай запрос, позвони туда, я все это сделала по электронной почте, они мне прислали копию, ну, копию свидетельства рождения моего, и потом я к ним позвонила, к директрисе и попросила, чтобы они мне почтой все прислали, говорю, а я же там не учусь сколько лет, зачем оно вам? Они из архива все изъяли и мне прислали по почте. Все. Свидетельство о рождении еще что? и медицинскую мою всю книжку. Ух ты. Поняла. Берзайте. Благодарю. Это хороший совет, и не надо ехать. Белые женщины, я вас сразу поправлю, там надо вообще брать копию личного дела, где вы учились не то, что в школе, но еще там, я допустим, вот в училище, но они мне не отдают это. Вот, единственная мне справку дали, то, что такой-то, ну, как бы, персонал получилось же у нас получается, там мальчиков и девочек нету, вот, и поэтому разграничивайте, начинайте с роддома, к главному акушеру идите, разговаривайте, чтобы вам выдали справку, справку, которую я вот делал, ну, с третьего раза, я сделал более-менее такую правильную, но надо вообще желательно бы с фотографией ее делать, вот, и надо еще акт о рождении, акт о рождении находится в роддоме, можно копию, ты сказал, справка, называй ее правильно, медицинское свидетельство о рождении, есть у кого по-разному было, Антон, некоторым справку давали, медицинскую рождение, но составляется акт в роддоме, он находится там, то есть, один экземпляр у них находится, один они передают в этот, в ЗАГС, потому что там все в двойных экземплярах, у них и актовые записи в двойных экземплярах идут, потому что они отрывные книги, вот кто видел свою актовую запись, посмотрите на страницу, вот этот вот торец книги, который длинный такой, там либо идет перфорация, либо отрез линии, я свою книгу видел, то есть там они реально их отрезают, и потом исполняют уже, никто не, потому что никогда никто не видит вот эту вот вторую часть, вторая часть, она куда-то уходит, мы предполагаем, что на пирже, вот, надо образец моих справок, подожди, подожди, Артем, подожди, Татьяна, если ты не разговариваешь, микрофон отключай, пожалуйста, идет эхо, не забивайте звук собеседника, поговорил, выключил микрофон, все, я прошу прощения, второй экземпляр хранится в головном отделении поселка, города и так далее, вот туда не отрывают и отправляют второй экземпляр, ну вот, скорее всего, да, что там, у нас, наверное, в Питере хранится, потому что у нас в Ленинградской области правительство находится в Питере и все вот как бы здесь, вот, плюс еще такой момент скажу, когда я пытался, я приехал к ним еще до этого, короче, кризиса вот этого, да, все понимают, вот, на личный прием попал, разговаривал с начальником управления, ну, показывал свои свидетельства, то есть мы там с ними беседовали где-то час, наверное, может быть полтора, я задал вопрос по деду, то есть у меня оригиналы советские есть, там свидетельства о смерти, вот, рождений нету, то есть, вот, и я запросил уже повторки, когда повторки мне пришли, в повторках, значит, у нас сокращены имена, ничего не стоит, ну, никакие, минимум сведений, то есть, стоит, я говорю, ну, так и так, он же у меня родился 23-го, февраля, ну, о чем запись сделана, да, как бы в этом, в актовой, там, в церковной книге, наверное, скорее всего, что было, вот, 23-го февраля 17-го года, то есть, еще до событий, вот, я задаю вопрос, мне бы вот, ну, как-то надо внести будет это все, и был ответ получен, то есть, российскую империю, вам никто никогда не внесет, вот так вот, они этого очень боятся сильно, поэтому тоже акцент на этом делайте, ну, как-то так вот, такие моменты, вот, а так в этих вактовых книгах вообще все, ну, специально не дополняли, то есть, в свидетельствах пишут полное имя, да, имя, отчество, фамилия, вот, даже о браке у меня есть, ну, кому надо, я потом скину, чтобы посмотрели, но, и в чем суть повторок, допустим, если брать о смерти, вот сейчас, да, по родственникам, там у них есть графа, место рождения, вот, то есть, в принципе, можно будет восстановить, если, ну, попытаться через архивы добиться, это очень, ну, раньше же не писали место рождения, вот, в советских свидетельствах, то есть, а вот сейчас повторка о смерти, идет, там уже место рождения можно вписывать, и то есть, кто, если добьется каких-то сведений, вот, с церковных книг, с архивов, то, в принципе, это все, я думаю, можно, вот, ну, как бы, по ниточке, по ниточке вот это вытаскивать, то есть, многие вот по ЗАГСам не занимаются, ну, вот, когда копнули, то есть, в принципе, можно делать, ну, сложно очень переписку с ними, конечно, навести, это все, вот, они отказывают, но, как бы, если, вот, допустим, кто приезжать собирается туда, то, в принципе, я думаю, ну, кто пробивной такой, туда бьется, ну, и плюс, как-то надо, вот, все-таки генпрофиля делать, ну, и себе вносить родину, вот, своему гражданину, потому что, я так понимаю, что здесь, именно, как акционерное общество, все это строится, у кого, как говорится, нет, в реестр акционеров не внесен, тот, соответственно, ничего иметь потом, и страста с этого и не будет, вот, в принципе, вот, такая мысль у меня, дальше, ну, кто как, что скажет. Уживаю, отвечу тебе по трастам, все трасты захлопнулись, трастов больше нету, урожки, бибариков нету, им сейчас, чтобы хоть как-то бюджет наполнить, чтобы в августе месяце выплатить бюджетникам, чего-нибудь, им сейчас нужно развязать маленькую войнушку, ну, или, как бы, манипуляцию сделать, типа войнушка. Они уже ее развязали через уколы. Ну, это, знаешь, Антон, это одно, а тут еще, как бы, такую реальную, чтобы пострелять, популять там, чтобы наполнить бюджет, эти бюджеты идут, через ООН пойдут бюджеты наполняться, и вот они, как бы, чтобы немножко-то продержаться на плаву, то есть, что было у нас и с Арменией, с Азербайджаном, то же самое, потом армяне получили по башке за это. Тут, в чем заключается еще, вот, я хотел, по, все вот, с этими, как они, свидетельствами о рождении, носятся там, Фио, Фио, знаешь, там, это, вообще, это Фио, вообще фамилия, что такое фамилия, это кликуха раба, это реально, вот, я просто сижу, и, ну, давно уже так рассуждал, меня больше всего бесило в армии, когда на вечерние проверки по фамилиям называли, и когда фамилии там эти, одинаковые были, по именам еще называли. А теперь просто вот вспомним, как у нас, у нас были Романовы, цари Романовы, но их же не называли, там, царь-батюшка, Николай Романов, там, Николай Второй, там, Николай Первый, Александр Первый, Александр Второй, почему их не называли по фамилии? Потому что фамилия, это юридическое лицо, это еще тогда все это было давно, юридическое лицо, фамилия, она не касалась его никак, у него было только имя, он говорит, я Николай, 2 после николая первого но николай но никак не романов у себя нигде не называл я там романов и романов иди сюда не такого не было и романов это тоже римская вся фигня откуда из рима романов а вот холопов они да там чон там кузнец кузнецу да он там кует о кузнецов будет ты кого сын такого кузнеца кузнецов больше все есть там еще кого-нибудь ремесленники короче больше то у нас ремесленников было на руси все козлов там еще как бы просто людей людей вот именно так вот а все думают что это имя рода там рот у него какой-то да никакого рода нету вы каждый из вас по отдельности есть весь рот единственным один мужчина одна женщина ты есть весь рот мнение смотри хочу рассказать про имя рода когда был в камере предпоследний раз саргутской там не сначала 10 суток далее потом не пускай на свободу еще 12 суток так вот во второй раз то есть я уже народ просветил там по поводу всего этого по поводу фамилии что это это рабам давали раньше так и спрашивали там чей сын был там булгаков идет вот чем булгаков короче я им это все рассказал ну естественно они так скептически все относились а потом в камерах вообще очень большая проблема с бумагой я уже рассказывал эту историю еще раз расскажу и бумагу там ну она обычно на сигареты идет там на какие-то кроссворды и так далее там какие-то записульки там малявы в другие камеры и все остальное короче бумага в дефиците так вот ни с того ни сего в камере появилась одна страница формата ну не знаю такой большой формат какой-то журнал был такой цветной типа газеты и что-то мне попалось я думаю да почитаю делать нечего и на одном развороту из разворотов была статья другие представители рода сейчас скажу как же там какой на своего-то был суворов в фамилии суворовых вот так и там короче один абзац историческая справка фамилия суворов произошла от общего предка по который приехал то ли из венгрии то ли из болгарии в россию которого звали лермонт то есть вот так вот давали эти фамилии это фамилии прижились имя рода произошло от общего предка по имени то есть я предполагаю я еще до обнаружения этой статьи рассказывал в камере я предполагаю что имя рода булгаков произошло от общего предка по имени булгак и вот когда эту статью обнаружил я им показываю говорю вот смотрите говорю откуда эта статья здесь кто ее подсунут а если козлов давай без мата меня вот нисколько не смешно я вот об этом не говорю сейчас куда всех притащили на руки были имена двойного значения ярослав что такое яро яр славящий яр славящие ерила до солнца двойные имена были сын кого света слава славящий свет а потом нам кликухи начали давать погремухи тюрьма старушка дай мне погремушку вот все приплыли называется сейчас мы возвращаемся к своим корням как все должно быть медленно наверно и упыри этого бояться очень сильно что мы прозрели ясно ясно давай народу слово дадим вопросы есть вопрос шнуровая книга что это такое вообще земель на направленно называется земель на по шнуровая книга это в советские времена даже думаю еще раньше еще он скорее всего российской империи раньше не было такого понятия как реестр там компьютер то есть не знали какую-то учитывать землю и вот они в земель на по шнуровую книгу почему она так называется потому что это самая главная книга какая земля кому принадлежит и за кем закреплено право на данную землю и шнуровать именно мне кажется именно эти книги начали чтобы это но ни одна страница не пропала прошнуровала ставилась печать там сургачом заклеивалась и вот такие книги они есть в каждом городе они сохранились советских времен никто их никуда не уничтожал они есть и многие их поднимали видели они бывают разных форматов совершенно от гигантских размером со стол до маленьких там формата какой-то открытки то есть это все есть они пронумерованы прошнурованы и там записано право на землю за каждым из жителей на данной земле где они находятся находятся они обычно у глав администрации у мэров но они естественно они скрывают это все они неохотно об этом говорят они всячески увиливают от истребования данных книг они говорят что типа было уничтожено у нас нет спросите в архиве и т.д. и т.п. но в итоге некоторым людям удается можете прям набрать в ю тубе земельно-шнуровая книга и увидите что многие многим удалось добыть эти книги потому что там допустим ну вот наталья рыбкина рассказывала что поднимали они же земельно-шнуровую книгу и по ней определили что допустим определенный участок земли на какой-то территории до сих пор закреплен за каким-то колхозом что они дальше делают они просто восстанавливает этот колхоз находит кто был в этом колхозе потому что они до сих пор числятся там в этом колхозе и через них выходили на то чтобы зависть свои права на эту землю независимости от того что там в эрефии зарегистрировано потому что первоначальное право принадлежит именно по земельно-шнуровой шнуровой книги до их еще они по одному экземпляру близко они все совете хранилось там да на что-то говорила там наталья рыбина что лишь 8 что ли экземпляров чтобы никто не смог удалить даже если там 4 4 до по земельно-шнуровых книг по 8 экземпляров делалось я скину ролик о том что они собой представляют и хотела бы попросить может у кого-то информация кто-то найдет есть аналогичного плана называется по душевая по душевые книги тоже составлялись но есть версия что по земельная также увозились шнуровые книги вместе с нашими советскими паспортами если у наталья рыбкина получилось где-то добыть и это не был просто там госакт а именно по земельно-шнуровая книга то это сейчас громадная редкость обычно никто их не показывает мнение у меня есть информация можно же добивались не показывать ну значит повезло им очень крупно есть развернутая информация скину потом группу ролик о том что они собой представляют а вот по душевая я не получилось найти об этих книгах никакой информации ну пока на данный момент скажите пожалуйста вот эта подушевая книга либо земельно-шнуровая оттуда что нужно выписку какую-то справку взять или или что да вот именно сейчас когда вот мы пытались понять как нам дальше действовать потому что вот будучи на украине было предложено одной из моих знакомых подожди 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 татьяна выключай микрофон мы слышим как у тебя там посуда гремит инициировать так называемый банк украины и вот эту вот поземельно-шнуровую книгу предлагалось но я выразила свою точку зрения о том что как же это может быть такое и ну смысле может то быть ты можешь инициировать но тогда ты таким образом аннулируешь то что было создано ранее они создавались еще если не ошибаюсь 15 века и там а прописано абсолютно все наше имущество включая реки озера леса все деревья в общем абсолютно все прописано в деталях нашими предками вот что такое подземельно-шнуровая книга вот поэтому если создавать теперь в незалежной аналогично инициировать создание то конечно могут ухватиться за эту мысль но для дальнейшего разъединения как я полагаю поэтому как раз вот в этом ролике которые скину в конце беседы вот там речь идет о том что нужно производить запросы именно выписок из этой поземельно-шнуровой книги но вот какой формы они должны быть как правильно их составить вот этого я не знаю я знаю никакой выписки не надо делать надо сфотографировать от корки до корки еще лучше на видео заснять высоком качестве это прекрасно конечно предложение но кто же это даст вам сделать ну мне же устав города сургут далее это сфотографировать от корки до корки со всеми приложениями я же нижней ближайшей выставок ну вы сравнили то же самое то же самое бумага тот же документ мне без разницы какие какая там выписка это вот по поводу персональных данных они еще могут там за за рта часа по поводу того что ну вот акт из гражданского состояния там возможно это за под сомнением а тут-то чего общедоступной информации они вообще должны их публиковать в общем доступе по идее так это она должна быть действительно и от нас от нас они не имеют права скрывать но они вот как раз это делают тут надо просто проявить свою волю и переводить вот и все звучит конечно как будто все легко и просто первую область перск области коми пример ски автономный округ ищу ищу хозяина кто хозяин нет хозяина значит я хозяин как бы это дико не звучало но это как говорится все работает то есть если ты что-то нашел и хозяин и бьюз и ты можешь заявить право на это вот все я не совсем поняла этого сейчас продолжение темы шнуровых книгах я это темы земли то есть чья земля кто там что там допустим какой-нибудь из администрации орет это наш земля стоп у вас где юрисдикция где на кентальном шельфе откуда у вас тут земля ты взялась кто хозяин земли нет хозяина земли я хозяин земли вот и все поэтому я всем говорю что я хозяин этой земли никто же не опротестовал но только вот это по аналогии как в самом начале вот этого голосового чата антон сказала чем докажешь что ты хозяин чем докажешь вот как раз по земель на шнуровые книги есть доказательства то есть наследие доставшиеся от предков вот я сейчас об этом и говорю есть такой закон до нашел допустим в течение месяца не объявился хозяин ты забираешь это себе вот если каждый из нас заявит о себе как о хозяине если ты еще реально как хозяин можешь эту землю поднять то есть правильно организовать подъем этой земли то есть что все было властью раскрученного изуродован ты знаешь как этого станет и есть хозяин не просто слово хозяину я хозяин только я не знаю что с этим делать нет я знаю что с этим делать настоящий хозяин за что что с этим делать вот я о чем говорю это нужно делать на платформе уже наверное объединившись как я полагаю они вот каждые здесь же речь идет о том что вот мы создаем свою типа инициируем чтобы нам и подавать это нужно верховную раду и местным депутатам и еще в министерство юстиции ну я тоже скину вот этот ролик чтобы вы могли просто посмотреть о чем идет речь это некая в свое время римма белоцерковская там она в числе была предпринимателей вот она по аналогии с европейскими предпринимателями вот кстати она тоже ссылается на то что вот у них там у всех каждой стране это поземельно-шнуровые книги они узнают кто чего кому принадлежит ну вот таким вот образом получается мы же должны тоже поступить а когда мы разделились то не произвели необходимых действий для того чтобы она стала самостоятельно и незалежно и вот под этим соусом давайте-ка мы типа сейчас и подадим создадим банк украины здесь вот мы сейчас пропишем что вот какие земли мы вы нам это вот и дайте чтобы верховная рада чтобы депутаты вот это вот все нам написали что мы владельцы вот того-то того-то на как они там пишут это коренный он вечный народ украины но поэтому я говорю ну это прекрасно отлично я согласна вот но хотелось бы поинтересоваться конкретной истории спокон вечного вот не не одни ли у нас корни вот поэтому а вот так вот можно рассуждать но только вот когда конкретику какую-то просишь показать и и и и нету камеру протестировали своему ну что я могу сказать по этому поводу никто меня не услышал вот пока мы ищем стадо для кучности на землю из-под ног вышибают если у нас есть сейчас даже два три четыре пять мужчин и женщин которые готовы находку объявить о находке что мы нашли вот эту землю чья зря ты так я тебя услышал эти прекрасно понял и про то что ты про шнуровую книгу и про землю и про свое право и про то что не обязательно в коллектив сбиваться каждый может самостоятельно это сделать я прекрасно услышал многие это осознают вот и таким образом там уже дальше дальше будет больше у нас же как обычно если ты инициативу проявил у тебя начинает к тебе как эти как как пиявки все потянутся и и не заставить себя ждать коллектив такой соберется коллектив огромный просто не представляешь буквально за месяц вопросы это у нас тут молчанов много давайте вопросы так уж 11 часов может уже ну вот я скину можно будет закрепить просмотром видео по земельно-шнуровой на грядущий сон ну закрепимся закрепимся вот очень рад что поучаствовал здесь и из участников я увидел только пять инициативных людей кто готов поработать на тем-то 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 интересуется многим большая часть просто послушать или как нужно нужно отлично я думаю уже расходимся у меня такой вопрос может быть сейчас заговорили просто за шнуровые книги вот за сети книги да и у меня возник вопрос по поводу вот если какие-то церковные акты по поводу открещения я так понимаю что по морскому праву там священник топит три раза ребенка да и с каким-то обрядом и тем самым являя его там неживым вот какие-то книги какие-то акты у них есть это все заносится куда-то вот к есть кого-нибудь опыт который кто-то нашел вообще надо ли раскрещиваться и как это вообще все сделать где это искать я отвечу на этот вопрос с 2013 года с 14 марта римский культ захлопнулся и все это вот хозяйство по церковной аннулировалась то есть кто как себя осознает может самостоятельно раскреститься снять себе крест просто голосом сказать и я не это дело я не подчиняюсь римскому культу я снимаю себя крест я свободный мужчина больный подождите важный момент те кто думает что они крестятся вот это рукой движение делаю на самом деле они наносит на себя не крест а звезду можете набрать в ю тубе два слова сатанизм в православии и по и убедиться там прямо в этом подсвечивает палец когда человек делает вот это сам на себя крест наносит на самом деле он звезду на себя наносит поэтому это на самом деле называется не раскреститься развездиться я имею ввиду раскреститься именно вот именно действия вот именно вот этого обряда который раньше заносят куда-то и вот за это если это аннулирована действительно да я тоже читала что это аннулировалась все же и смотри ясно смотри ни одна бумага ни одна там их актовая запись там какая-то в их книгах не является выше твоей воли если ты проявляешь свою волю и я не знаю мысленно это сделать подожди договорю проявишь свою волю как это делается ну ты можешь там и не знаю видеоролик записать можешь мысленно это сделать у тебя по сути свидетель 1 это творец ты перед творцом просто это как говоришь там прости творец там не осознавала это от меня еще и это снимай себя это ты крест и эту звезду короче еще мне это не надо больше не можешь это озвучить кому-то или сказать ну там уже все старая воля твоя проявлена перед творцом а дальше просто можешь ее озвучивать что это уже сделано хорошо поняла я просто думала надо ли какие-то вот именно и действия делать потому что так-то я все сделала напрямую со с творцом скажем так она на что в системе это как-то отражалось вот меня вот этот вопрос всегда интересует надо что-то делать или нет нет системы как это все знает и там у них свои есть как-то сказать спецслужбы зрячие которые это все видят не они это все этого как тебе сказать ведут учеты отображает на бумаге то потом все я хотела тоже спросить насчет сейчас многие вот хотят отказаться от и nm то есть я понимаю что программы таким образом создавались что все равно вот то что к примеру я в свое время отказалась и даже штамп есть паспорте имею право совершать вот без наличия цифрового идентификатора но программы изначально создавались таким образом что изъять оттуда но это как написано пером не вырубишь топором вот то есть по факту даже через суд когда суд принимает решение в твою пользу о том что вот да изъять а налоговая не выполняет решение суда вступивший в силу не выполняет тупо вот поэтому я просто предложил тут вопрос тут вопрос не юридические а логический точнее вопрос осознанности и а еще точнее раз тождествления если ты хочешь сама отказаться от номера и ннн это легко и просто просто раз тождествляешь себя и персону у которой есть и ннн а если ты хочешь от персоны отнять и ннн чтобы у персоны не было и ннн то это перепишется за заявление но система на это не пойдет и это не выгодно потому что и персона и ннн находится в поле мертвых на бумаге я не сделал все возможное чтобы это эту связь не разорвать ну ты эту связь разрываешь между собой и персоны растождествись вот ты постоянно в речи у тебя просказывает что мне надо отказаться от ннн человек хочет отказаться от ннн кто-то хочет отказаться от и ннн не персона а именно ты ты или еще кто-то то есть ты его у тебя ослепление происходит и ннн навешанно на живого мужчину или или на женщину вот так у тебя проскользует а когда ты это рассчитаешь меня нету и ннн у меня нету не снился не ннн не паспорта не очень ничего нет он в зеркало посмотри трусы только на мне и все борода да это да кадык вот 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 мои признаки понимаешь и все они в зеркале нет ни ннн они не угрена ничего это все есть на бумаге только в учете так дело в том что у меня-то его и нет я не о себе речь веду я веду о тех которые сейчас вот задают вопросы следует ли им подать но я уже сказала что не в суды ничего не там все равно в этом нет смысла просто в группе вот единомышленников есть те которые хотят подать ну вот чтобы на ментальном плане как бы отказаться и прийти вот систему дать естественно отписка там будут ответом ни о чем вот но есть меня о том что вот ты это все таки можешь сделать пришел там в налоговую районную подал заявление не желаю и все остальное но после этого и не пользоваться им вот таким вот образом и все а вы говорите о том что я так поняла можно вообще ну таким же образом вот как речь шла самостоятельно креститься да то есть просто проговорить растождествить и и все на этом да даже не нужно вот мнение не ты путаешь он ты меня не услышала слушаю я в крещении это ты сам на себя принимаешь крещение пусть и сам на себя крест наносишь то есть именно берут и ребенка живое тело мальчика или девочки то есть это крест вот эта звезда наносится именно на физическое тело ну как сказать на составляющую человека а я тебе говорю что есть учетные записи так называемые персоны граждане физические лица паспорта и нн и снился и т.д. и т.п. это все персональные данные то есть персона а персона это не ты я у тебе пояснял пояснял а ты все равно говоришь есть и люди которые хотят отказаться от нн не ты не сказала что есть люди которые у которых которые хотят или отказаться от нн через свою персону и так не сказала то есть у тебя в голове еще нету вот этого растождествления ну возьму живой мужчина отдельно а персонами возможно я этого не сказала я то это понимаю так и понимаешь не говори что по-другому а раз говоришь по-другому за что и думаешь также как говоришь раз ты думаешь так знаешь ты ощущаешь также поэтому научись правильно говорить чтобы у тебя мысли соответствовали словам и ощущения соответствовали мыслям верно ли то что паспорту как раз привязаны и нн и снил соответственно нужно сначала решили ты физ лица или кто как его называют юр лица и соответственно отпадают все остальные они же все привязку имеют к основному документу получается именно паспорту да 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 ну вот андрей и игорь севы железов и еще многие люди которых я знаю они так и сделали они просто сдали паспорта это потому что все привязано к паспорту не к свидетельства ну паспорт свидетельство тоже привязан ну по сути вот свидетельство рождения то же самое надо сделать но многие сейчас вот на стадии что они поддавали паспорта утрата там утеря неважно и отказались новый получать и все их система не видит ну просто не видит не знаю кто они такие потому что они открывают по любой базе там там много жестов всяких края разных баз я не буду называть их это название я одну скажу рай и бд так называемый который полиция пользуется вот они открывают и видят совет вот у тебя скорее всего андрей если есть возможности запроси выписку израиль бд ты скорее всего вижу у тебя там исчез паспорт из сэр если он раньше был вот и вот у меня выписка есть израиль бд из этих административных дел меня же были незаконные дела эти задержания вот там к материалам дела прикладывается выписка израиль бд и там все прописаны какие клички с кем знаком к где прописан был какая машина где какие паспорта и его там есть присутствует советский паспорт а потом идет следующим ирэфский паспорт так вот те кто поздавал паспорта ирэфский у них первичная запись о выдаче сэрского паспорта исчезает потому что она становится действительным и чтобы не светить что он становится действительным они его оттуда удаляет вот очень интересно да 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 и вот хочу подвести к тому что когда когда вы вот такие действия совершите как андрей как игорь сивы железов и другие люди то есть они поздавали паспорта и новый не получают то есть новый скажем так договор трастом я не знаю как хотите вексель они короче согласие свое не дают на вступление в право отношения какие-либо с эрефий и соответственно эрефия их теряет из виду и всячески пытается спрятать следы что они теперь выпали обратно в свое поле правовой ссср согласно свидетельству рождения согласно первичным выданному паспорту ссср и соответственно все документы выданные на основе паспорта и рф они становятся недействительным хотя вот люди звонят и говорят что до того момента как они отказались от паспортов и рф они сделали себе водительские удостоверения и загранпаспорт несмотря на то что они паспорта по сдавали они больше не действительно и русский документы выданные на основании этих недействительных уже эрфских паспортов то есть право водительские и загранпаспорт они системы рф признаются но тем не менее система их не видит хотя в них на руках есть удостоверение личности которые действуют вот такой парадокс системе возник и соответственно когда вы сдаете эти паспорта и отказываетесь получать новые системы вас перестает видеть то все вот эти и ннн там ведь это снился это все вы считаете что все не на кого начислять потому что первичной персоны нету не не форма 1п не паспорт ни одного ни одной формы 1п ни одного паспорта рфского нету действительно и система не понимает что с такими делать и дела разваливаются и все разваливаются мне все хочу хотел сказать татьяна давай говори да а с пенсиями тогда сдали паспорта нас не видят а пенсии как не знаю по моему по заграну получает насколько мне известно сейчас одну секундочку я прям пока до пенсии это я насчет вот этого момента форма 1п прочее я в свое время отказалась от и нн ну в смысле от персоны от и нн навешанные на персон так правильно да довольно давно и хотели навесить снова для того чтобы присвоить этот номер вот это вот форму как раз три года назад с половиной вот снова инициировала наша бухгалтерия а ее давила свыше инстанция мол чтобы я пошла и оформила этот и нн вот ну снова я отказалась вот а на тот момент уже 14 лет как они успешно идентифицировали меня без и нн вот но что я и сослала что ничего не мешает вам идентифицировать меня согласно ранее присутствовавшему варианту то есть дате рождения месту рождения галина дело в том что номера всем присвоены и нн и только отказавшись от персона данном случае паспорта только тогда они у вас выпадают и системой все они присвоены и делают они теперь без вас это понимаете они где-то отражают но вам не показывают вот и все потому что насколько я знаю тогда присвоили всем документы отказывались некоторые получать я тоже до какого-то времени лет пять отказывалась после того как мне предлагали а вот а потом получила недавно год назад я узнал информацию что на самом деле как сейчас на госуслугах приходят сертификаты о вакцинации тех кто там зарегистрирован хотя они не делали ничего сертификаты приходят значит получается новый реестр создаются вот то же самое про ннн многие идут и они просто в шоке и когда узнают дату создания на это как раз тот год когда его присваивали всем при наличии паспорта рф вот и все так что нет не вот и все у меня другая ситуация ко мне как раз обращались и неоднократно говоря о том что система не видит меня и ставят все нули до сих пор до сих в налоговой в налоговой ваш номер есть возможно его не передают без вашего изъявления стоп 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 поэтому галина просьба как только завершила говорить отключай микрофон не дожидайся когда тебе ответят включила микрофон сказала тут же отключила не дожидайся нет не жди пока кто-то заговорит сказала сразу отключает чтобы мы слышали другого собеседника а вы пожалуйста собеседники кто с галины разговаривает дождитесь пока она микрофон отключить тогда говорите тогда не будет никакого века но вот так вот вынуждена я не знаю галина меняй телефон выходи с другого чтобы такого не было сочетовцы хотела еще задать вопрос может кто-то сталкивался я хочу снил сдать на свою внучку ребенку 5 лет у нее снилс хочу сдать кто-то подскажет как это сделать сейчас снилс и начинают детям в тюхи быть с рождения почему потому что снилс это ключ к безличным металлическим щитам это метрическое золото сколько ребенок весит столько золота да не грабить начиная от самого рождения то есть то недопустимо вот жулики начинают грабить снилс открывается в пенсионном пенсионные это занимается банковской деятельность это той же самой принципе его захлопнуть можно его захлопнуть нужно то есть также пишите воле изъявлений и все что вы не нуждаетесь в услугах пенсионного фонда и возвращаете этот снилс и требует и еще забирать у них документальное подтверждение что больше этого снилс и номера снилс и не существует визгов будет сразу говорю со всех щелей то есть побегут и полицаи и соцзащита и пдн и чё только не будет это аншлаг обещаю сразу поэтому нужно быть готовым к этому таки это к этому уже готова давно я вот побывала в пенсионном фонде тут по выплатному делу уже второй месяц не могу добиться в местные в местный пенсионный фонд подала заявление а ответы приходят с москвы первое обезличенное входящего номера и без подпись о том что они получили мой запрос второе пришло о том что они отправили в местный пушкинский пенсионный фонд уже с входящим номером вчера я послал пенсионный фонд крайне были удивлены разговариваю как хамло-хамло но когда я начала наседать и требовать когда же я увижу совершенно по-другому запели тут же позвонили секретару секретарю оказалось что они готовят не воплотное дело но в общем-то совершенно по-другому готовят разговаривают это моя готова за ребенка за своего я готова все что угодно сделать ну готовьтесь значит в пенсионном фонде сначала они будут быковать а потом на коленях ползать год зачем вам это надо да вы что да столько перспектив уа-ва-ва-ва не она на своем просто настаивать визги будут до небес считай у них кормушки из кормушки отбираете хлеб хлеб их не также тоже вот у меня есть люди которые у них дети родились и они не пошли делать этот свидетельство рождения и у них там просто аншлаг то из больницы приходит то с пдн то еще кто-нибудь они всех отшивают мы ваших услугах не нуждаемся у нас все хорошо все давайте ваших услугах не нуждаемся и вот они там пороги околачиваю друг за другом бегут раб не удался раба надо а раб не хочет быть вот и все таки а больше того скажу я сегодня своему большому изумлению сила определяться чем занимается наш пенсионный фонд и на сегодняшний не увидела что на 23 07 21 года пенсионный фонд города пушкина ликвидирован все пропали все пропало ничего удивительного че ты удивляешься многие об этом сообщают я своему бухгалтеру задала вопрос а куда вы собираетесь перечислять мои деньги вот мне интересно она сегодня была в шоке говорит буду узнавать что там случилось завтра буду узнавать можно поподробнее что за кипиш то по поводу аннулирования пенсионного фонда а я не знаю почему его аннулировали я просто наталью рыбкину услышала она там тоже ходила в пенсионный фонд и говорит я вот вижу что там на стадии расформирование и присоединение к каким-то другим организациям стоп татьяна давай общаться юридически грамотным языком чтобы всем все ясно было правильно задали вопрос не ясно где ликвидирована как ликвидирована это все слова указывая источник то есть это что это или что это да 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 я набрала выписки единого государственного реестра этих как там юридических лиц указано что данное юридическое лицо ликвидировано тогда-то тогда-то да ликвидировано сегодня вот было написано на 23 07 21 года ликвидирована организация нам не может так на быть написано ты выписку игрю заказал на 23 а дата ликвидации указывается отдельно дата ликвидации когда не смотрела завтра посмотрю но ты даешь ты посмотрела дату выписки а дату ликвидации там отдельно прописывается внутри выписки посмотрю посмотрю завтра посмотрю уточню благодарю на вопрос ответили кто там спрашивал мужчина возможно сменится просто юрлицо потому что столь ну например медведев ликвидировал правительство РФ Мишустин организовал поэтому или создал поэтому еще возможно просто смена одного юрлица на другое такое очень часто встречается со многими УК фирмами там Игорь по дурке ролик выпустил да-да у них сейчас это у Игоря Севжелезова и у злой Ангелина сейчас будет целая серия роликов что там в психушке происходит записи телефонных разговоров все остальное сейчас они все это будут выкидывать в течение недели может даже двух и будет и такие ролики идти в течение хотела еще один вопрос задать завтра хочу оставить заявление которое о котором я говорила в начале вот чата но было всего несколько человек если вдруг все-таки затмение солнца какое-то найдет на эту председатель что и там на лицо мужского пола не установленное которое с ней явилось в позднем часу колотить в дверь то как мне не в таком случае тупить вызывать ли кого-либо и кого и что писать и как подписывать благодарю галин у тебя не разбериха со словами ты не сознаешь что ты говоришь вот слово заявление оно находится намного ниже чем слово воли изъявления почитай закон 59 фазе статья 4 по моему общее понятие там на расписано что такое обращение что такое заявление что такое просьба жалоба и т.д. и т.п. читайся очень внимательно и тебе станет ясно что заявление оно его нельзя использовать это слово потому что заявление там что-то просьба соблюдение прав и свобод то есть любая просьба может быть отклонена без разъяснения причин соответственно когда ты даже говоришь вот ты сейчас сказала заявление все это уже пошло как говорится в эфир и данное данное высказанное оно уже живет собственной жизнью и пока ты его не опровергнешь своим словом своей волей своим волей и заявлением оно и будет жить и ты вот сказала с заявлением обращусь вот и завтра пойдешь с этим заявлением и тебе откажут и будут правы и не нарушат ничей конс свободы воли а вот если ты будешь говорить и думать и ощущать что это воля изъявления именно воля твоя данное творцом конс свободы воли чтобы никто не нарушил если ты пойдешь с волей изъявлением то они все риски по нарушению этого воли изъявления несут они если они не исполнят твою волю поэтому разберись пожалуйста с каждым словом я тебе об этом уже говорил ты продолжаешь это неосознанно произносить слова антон я благодарю за напоминание дело в том что я оговорилась я и не собиралась нести никакое заявление оно у меня иначе называется я написала уведомление тире требование но я не о нем речь вела а вот теперь стоп стоп хорошо ты оговорилась а слова требования отключи пожалуйста ты написал уведомление тире требования что такое требование я хочу потребовать чтобы больше никаких актов агрессии в отношении моих родных попыток не производилась со стороны вот этих фашистов которые пришли в девятом часу преклонного возраста стоп 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 я тебя не спрашивал что ты хочешь я тебя спросил что такое слово требования дай определение универсальное универсальное затрудняюсь вот опять же я тебя поймал на том что ты неосознанно произносишь и используешь слова требования это настоятельная просьба любая просьба может быть отклонена без объяснения причин твое уведомление тире требования просто проигнорируют и будут правы и не нарушат никакой кон свободы воли даже как по канонам оно это подменение лексики слово паразит означает прошу умоляю дни и дело в том что я это в общем то слышала уже в ряде видеоматериалов но я иду вот к председательше которая вообще по нолям она ничего не знает и тут при чем она стоп стоп при чем тут она я тебе говорю про твои слова что ты в эфир пускаешь ведь каждое слово каждая мысль слышится творцом и творец сверху смотрит ага одна женщина с уведомлением требованиям пришла к другой что-то там якобы хочет но на самом деле просит умоляет выпрашивает что-то а другая женщина говорит да иди ты нафиг и вообще забыла про нее а та первая женщина со своим уведомлением требованием потом возмущается да как так я я я требовала я уведомила ни хрена не произошло что за несправедливость а творец смотрит и думает ну ну ё-моё что за цирк вообще Антон ей там десять раз разъяснил что такое требование она до сих пор ей не это не ясно ничего ну сколько можно пояснять то каждое слово имеет значение это все делается ну ну как-то пояснить то ё-моё причем тут я неспроста задала в конце беседы все таки видите у меня возник этот вопрос думаю еще раз спрошу вот и все потому что ну значит вот уже время пришло писать вот именно вот так все благодарю я уразумела повеление пиши велю вот такими словами пользуюсь велю 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 указываю или приказываю приказ можешь выписать просто не нужно еще есть варианты вам необходимо сделать то-то то-то то есть буквально это звучит вы не обойдете то что я хочу понимаешь вам необходимо сделать то-то то-то а ты пишешь ну дайте мне там чуть-чуть ну если не дадите ну и ладно а хотя ты имел это на самом деле совсем другое у тебя это ну несоответствие того что ты внутри хочешь и то что ты делаешь снаружи ты внутри хочешь а снаружи ты просишь это не творец смотрит и думает ну что это вообще цирк какой-то думает одно ощущает другое делает третье а потом возмущается чего ничего не получается то вот поэтому не получается потому что идет несоответствие внутреннего и внешнего внешнего мира да я еще ничего не произвела я же только советуюсь так что мне в конце написать я могу написать что в конце запрещаю вот там нарушать личное пространство обращаться с такими вот вопросами в агрессивной форме и прочее я слово запрещаю могу написать мало того что не только можете записать вот ты возьми еще туда оферту засунь грамотно составленную на основании того-то она еще потом прилипнет у тебя на чего-нибудь вот и все а все документы все документы с тем как ее вот я из головы я из головы достаю просто да не надо не надо из головы вон у Андрея товарищ Сталин 2.0 youtube канал у него почти под каждым видео есть эти ссылки на документы которых почти во всех есть присутствует в конце там оферта он там смысл каждого документа простой требует предоставить какие-то документы или сделать то-то в случае невыполнения выставляю это вы соглашаетесь с условиями оферты условия акцепта такие-то конкулиентные действия такие-то тем самым вы совершив те-то действия или не совершив такие-то действия вы принимаете условия оферты оферта заключается в следующем вы должны мне там тот и тот и в таком так все по поводу требую вначале услышала слово требую сам от меня от меня нет сейчас сейчас по-другому теперь у меня там бибарики не присутствуют у меня только насущные я хочу дом дорогу к нему там автомобиль какой-нибудь то есть все насущное мы же прекрасно все осознаем что у нас нету денег и когда мы требуем как требуем умоляем дайте нам денег на нас вот как на идиотов система же видит это поэтому теперь мы они по собственной воле соглашаются то есть если они того-то того-то не делают да ну что положено сделать то они по собственной воле соглашаются нам это все предоставить вот что эти теперь делаю я кстати пожиже ты антон не хочешь пожиже волшебные ролик небольшой сделать есть идеи как бы ну которые подсказывают люди можно их озвучить и я еще сделал оферту такую ну не каждый конечно только осознанно ее может применить остальные хомячки просто испугаются такого работодателю так называемому да хозяину фирмы там закатить еще кому-нибудь чтоб отстали со своей жижей есть у меня ну давай мы на это еще раз перенесем разговор я уже уставший сейчас буду завершать этот голосовой чат я хотел пояснить правильно меня Галина подловила на слове требую да у меня тоже это слово проскальзывает но совершенно неосознанно и вот ты когда меня подловила я понял что да я уже слишком уставший чтобы контролировать свои мысли да проскользнуло да стараюсь отвыкнуть от него но если бы я пусал уже заговорюсь если бы я писал бумагу я точно написал я хочу а не требует вот Андрей о том же сказал что он хочет а не требует вот а по поводу слов можешь ли ты запрещать что-то так вот ты как живая женщина любому должностному лицу можешь запрещать разрешать можешь как сказать должностное лицо это почти как вещь ты можешь ей распоряжаться по своему усмотрению так как пожелаешь нужным потому что они по сути должностные лица они должны тебе и ты вправе распоряжаться как захочешь на основании их долга то есть то есть если у меня вначале звучало требую дать детализированное разъяснение ну там и далее по тексту то я должна написать повелеваю дать детализированное разъяснение мы же тебе назвали подождите мы же тебе назвали несколько вариантов ты просто что ты это докапываешься до слов мы тебе принципы рассказываем ты нам спрашиваешь какую букву в конце слова каждого писать да не букву а именно глагол потому что если я пишу требую да подожди ну ё-моё я услышал вопрос я же еще не закончил разговаривать поясняю я к этому подхожу я тебе просто издалека захожу ты спрашиваешь как правильно писать повелеваю мы тебе назвали несколько вариантов повелеваю приказываю распоряжаюсь вам необходимо я хочу чтобы было сделано то-то то-то любой вариант какой-то какой тебе по душе такой выбирай хочешь свои придумай миллионы вариантов ты же всемогущая ребята почему требует настоятельная просьба а почему требует они приказы потому что разные слова требую и приказываю это разные слова разные действия разный смысл разный образ вот разбери что такое требую почитай любые словари там во всех словах написано что требования это настоятельная просьба ну вот смотрите я например это почему задала такой вопрос потому что у меня была по маскам стычка с ну то есть меня хотели штрафовать и она мне говорила типа наденьте я говорю вы просите или вы требуете она говорит я прошу я говорю но я вам отказываю в просьбе ну то есть а требую это уже как бы ну я думала что другое значение вот почему то есть требует а уже требования я не выполняю то есть по 19.3 вот в таком смысле если в таком ключе ну вот смотри у тебя тоже каша в голове с этими словами во первых не требования а надо было вот ты спросила буквально вы просите или вы настоятельно просите что в принципе одно и то же а по идее ты должна была спросить вы это просьба или или законные требования ощущаешь разницу требования и законные требования что такое требование это настоятельная просьба основанная на личном мнении а законные требования это просьба должностного лица настоятельное выполнить закон требования, основанные на законе, просьба настоятельная, основанная на законе. То есть одно слово? Да, ощущаю. Можно еще вопрос один по-быстрому? Подожди, подожди, еще дальше поясню. Она тебе сказала, я вас прошу, правильно говоришь, я ваши просьбы отклоняю. А вот если они дальше скажут, а я требую, тогда я требую. Тогда надо говорить, так вы требуете или... Стоп, стоп. У вас это просто требование ваше личное или законное требование? Они вот эту фразу очень не любят. И когда они говорят законное, ты говоришь, назовите закон, на основании которого основана ваша настоятельная просьба, якобы законная. Ну, поняла, уловила, да, такие нюансы, но, блин, все надо. Это не мелочи, это самое главное. Каждая буква имеет значение. Это вот мы... Это я вам вот каждое слово разъясняю, а в суде там каждая буква, каждый вздох и каждый взгляд имеет значение. Да. Нам еще учиться и учиться. Учимся, растем. А как вы трактуете вот это... Некоторые говорят, что типа живые люди по судам не ходят. Ну, типа, не унижать свое достоинство и не ходить туда, где, собственно, вас пытаются унизить. А вот ты мне дай такого... Мне дай такого микрофона. Где микрофон? А ты вот дай мне такого, любого, кто такой заявляет, в прямой эфир и под запись. Я его расклепаю в два счета. Потому что я считаю, что живой мужчина или живая женщина вольны ходить там, где они сами пожелают. Я вот хочу сходить туда. Я хочу показать всем, что там происходит. И я хожу. Потому что на то моя воля. И мне без разницы, что там... Какие там говорят, типа, они нелегитимные, и т.д. и т.п. Так я вот это как раз и показываю, что они сами все свои законы нарушают. Я это показываю для других, чтобы другие тоже проснулись, хоть немножко задумывались. А если я этого не буду делать, то, получается, никто не будет делать. И никто не будет показывать, что они нарушают законы свои же. То есть никто их не будет высвечивать. Тогда что получается? Все сидим по домам и ждем, пока оно само все образуется, что ли, так? Нет, не обязательно по домам. Вот есть вексельное право, когда можно там с ними расправляться, как хочешь, на расстоянии. Они тебе прислали, ты им обратно отослали, без возможности возвратного. Давай, отвечу. Давай, отвечу. Подожди, подожди. Давай, Андрей. Подожди, подожди. Да, я договорю, а потом ты это прокомментируешь. Все правильно, Галина. Есть такие методы? Они есть. И вот живые мужчины и женщины, которые осознаны, они так и делают. Но до этого нужно дорасти. Вот твой уровень знаний и осознания абсолютно не позволяет тебе так действовать. Абсолютно. То есть у тебя мало того, что нет понимания и осознания, что такое требует, воля, расстоятельствление себя, персоны. То есть если ты решишь не ходить в суды и написать им какую-то бумажку, то у тебя ни хрена не получится. Ты потом разочаруешься и скажешь, да это все херня, тема живых не работает. И это будет так на самом деле. И многие так ошпариваются и обламываются, как говорится. Потому что нету достаточного уровня знаний и осознанности, чтобы писать такие бумаги. Удаленно. А вот те, у кого есть, у них это все работает. Потому что они прекрасно осознают каждую букву, каждую строчку и каждую точку в своей бумаге. У тебя пока этого нет. Поэтому не ходить в суды это не твой вариант. Вот тебе наоборот надо по судам походить, чтобы увидеть это все своими глазами, все это ощутить и понять, как эта вся система работает. Тогда ты сможешь потом, получая определенный уровень знаний и осознания, ты сможешь потом писать такие бумаги, составлять, осознавая каждую букву и строчку, что тебе не надо будет на самом деле ходить туда. Я хожу специально, чтобы другим показать. У меня достаточный уровень, чтобы туда вообще не ходить. Но я специально хожу, чтобы других разбудить. Андрей? Так вот и правильно, вы ходите, чтобы разбудить других. А те, у кого нет знаний, они и в суд тоже попадут и ляпсу со мной. Галина. Был такой вот, можно векселями там еще чем-нибудь. Ну, хорошо. Загнали его векселя якобы судье, в кавычках, да? А она у вас продинамила. Ну, забила. И приходит, исполнитель, может, неисполнительный лист даже не пришел, но у приставов возникает вдруг якобы задолженность какая-то в отношении вашего имущества. Дальнейшие действия какие будут? Ну, сейчас я в точности не вспомню, но там тоже какая-то рекомендация была насчет этих приставов. Они же там, типа, вообще структура Шарашкина компания. Нужно вот тоже найти выписку и тыкнуть их, так сказать, их фейсами в то, что они не кто. Да им плевать, да им плевать на вас. Вот просто плевать хотели они. И они вашу карточку блокируют. Дальнейшие действия какие? Я, насчет карточки, можете, не беспокоиться. У меня она... Ну, хорошо, вот у другого карточки. Вот для того, чтобы не трогали... Мы же говорим о себе. Так вот я отвечаю. Для того, чтобы не трогали карточки других, есть запрет на безакцептное списание со счетов. То есть вы банк подаете? Банк забил. Банк забил. Банк забил. Банк забил на это. Ну, так это можно так, знаете, все, что, то и делают, что забивают, как вы выражаетесь. Это ж кругом. А мы должны с каким-то тараном бежать и вот это вот все кругом, так сказать, таранить. Оно так и получается. Но вы совершаете определенные действия. безакцептное действия. ОСП и у ФССП не относятся к государственным органам вообще к исполнительной власти, к Российской Федерации никакого отношения не имеют. Это факт. Также они замещают гражданские должности. То есть это обычные физлицы, ворюги и все остальное. Но есть у нас некое юридическое лицо у ФССП с ОГРНом и ИННом и даже с неким физлицом, который имеет действовать право бездоверенности от имени юридического лица. Подожди, подожди, Андрей, ты вдаешься в подробности, ты в целом ответь, как действует, стоит ли идти? В целом я выпущу, так я к этому и подвожу. С этими маленькими бандосами пытаться быковать, ну, смысл невеликий. А вот главного бандоса озадачить, вот это да, во-первых, первое действие это уведомить о том, кто они есть, кто ты есть, вернее, кто ты есть, кто они есть и что они обязаны. А потом уже заряжать им приказы. А мы имеем, а мы на это все права имеем. Они должностные лица, они должны это делать. Одну секундочку, насчет вот этого слова уведомляю, у меня же оно звучало в названии, вот сейчас у вас оно прозвучало, а говорили, что не надо писать ни уведомлений, ни требований. Стоп, стоп, у тебя было не уведомление, а уведомление тире требования, и тебе говорили за второе слово, за требование, а ты сейчас все лепишь опять в одно и то же. Мы тебе говорили про требования, а ты нам тыкаешь уведомлением. Андрей все правильно сказал, уведомление, а ты почему-то вспомнил про свое уведомление тире требования и тыкаешь нас первым словом, хотя мы говорили про второе, про требования. значит неправильно поняла сейчас уточнила благодарю значит я могу назвать уведомление тире повеление вот все благодарю вот это нужно было осознать я слушаю андрей дальше ой короче давайте закругляться у меня что-то уже все можно я последний вопрос дам пожалуйста это просьба я хотела узнать по поводу что заговорили за аферты я не разбираюсь еще пока в этом вопросе то есть у меня пришел а пришла аферта от по мусору общем от компании управляшки по мусору я с ними договор не заключала никогда но они свою бумажку мне периодически приносят там не долг копится но я им ничего не плачу но я так понимаю что это мне нужно сделать какие-то действия то есть уведомление о не акцепте вот как это сделать правильно вам акцепт надо отозвать получается вы акцептовали я не акцептовали договора тоже на обслуживание нет нет но просто мне надо как-то уведомить их в не акцепте потому что если я буду я просто прочитала где-то нашла информацию что если я молчу никаких действий то это то есть это безмолвный акцепт называется вот мне надо какие-то действия проявить чтобы не уведомить их о не акцепт стой все ясно это не это не безмолвный акцепт акцепт это конкретное действие либо бездействие у тебя это не безмолвный акцепт получается а это невежество они проверяют твой уровень знаний и осознанности если не реагируешь значит не знаешь как реагировать правильно да либо не либо не хочешь отсутствие воли и тот и другой вариант их устраивает они потом просто падут подадут иск на взыскание а вот если ты не дашь понять что ты обладаешь знаниями осознанностью и прекрасно знаешь кто они и плюс еще проявишь знания законах рф то скорее всего не будут еще отправлять себе дороже называется вот по я тебе могу рассказать что по законам рф можно сделать там конечно если другие пути там это приказ воли заявления запулить им еще остальное возражение там протест по морскому праву еще остальное так вот по законам рф можно просто их игнорировать а ты мне скажи уточни его очень важный факт это частный дом или частный 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 долевого участия но частный ясно частный дом значит направит тут можно затянуть процесс то два пути либо игнорировать и дожидаться пока они иск не подадут либо там судебный приказ скорее всего сначала мировой затем следующий этот иск вот либо пойти в атаку то есть опережение требуешь у них предоставить условия договора то есть направить проект договора в твой адрес именно проект они присылают проект договора ты видоизменяешь так как да то есть прописать что это не ты им должна они тебе должны ну то есть им продаешь мусор по сути вот и направляешь им естественно их это не устраивает там короче процесс затягивается потом можно и через суд что как сказать там еще можно истребовать и полномочия их то есть кто вы такие и нын нын грн там ответ должностное лицо кто подписывать будет почему паспортные данные не указаны там реквизиты все проверить образец подписи номер счета и т.д. и т.п. короче лицензию и все остальное там затянуть можно на на лет десять как минимум и ничего у них не получится они просто поймут что ну блин ну тут бесполезно тут проще вон это соседний дом покошмарить то есть мне на их адрес юридически написать свое вот волеизъявление скажем так или хотя бы по законным там да получается по законам да пошлите проект договора а можешь вообще хитро сделать некоторые так делают и требует проект договора и там прописывают что ну как сказать либо мелким шрифтом либо так незаметно что допустим договор там на 10 страниц они там восьмую 9 страницу видоизменяет немножко приходит горят ну все я подписал подпишите и они не не смотря короче подписывают да да потом люди не платят а потом они в суд обращаются и выясняется что это не ты им должна они тебе 2 миллиона ну такой случайно но не надо писать им что вы там вообще как бы я с вами договор не заключала вот это все не надо просто позапросить проект договора и начать с этого да можно да можно их вообще по их им же жилищному кодексу раскатать у меня было судебное заседание это год назад было у меня у друга на жену на и громче андрей ящик ну на у меня у друга на жену наехала управляющая компания вот которая у нас тут тоже орудует и решили они с нее коммуналку вытряхнуть я за три судебного заседания до истерики довел эту юристку которая выступала от имени юкома и мирового судью который извинялся пять минут за физлицо передо мной так вот после этого я не приходит ни одна попрошайка вообще ее забыли там хотя он схитрил и я тоже в то в тот момент ним но как сказать затупил можно сказать мне надо было с делом ознакомиться до 3 но до крайнего судебного заседания мила было знакомиться с делом а вот в него засунул форму 1п он ее судил но даже его вот это мошенничество дальше не пошло никуда то есть он вынес вынести вынес но эти жулики больше не присылают ни одной попрошайки вот что значит грамотно их разве это морда и об асфальт пускать у меня такой нет и можно им и можно им вкатывать туда на основании жилищного кодекса вы имеете право заключать там статья по моему не помню то ли 3 то ли 4 пункт 3 или 4 ну какая-то из них вы имеете заключать договора только с юридическими лицами с иностранными гражданами с администрацией с государственными структурами то есть какому какой из этих категорий я отношусь допустим и вот в таком все плане там разъяснить это разъясните а потом оферту случае того то то вот то есть не разъяснили послали в виртуальную реальность там в сеть интернетом все остальное все указываем как они могут отмазаться и выкатываем домик двухэтажный со всеми энерго как обеспечивающими ресурсами за свой счет короче круглосуточно там бесперебойно то есть что хотите лексус можете 570 для комфортного передвижения по вашей земле и для доски до для комфортной жизни на моей земле вот и все не на абибарике с них никакие трясти я это осознал где-то вот наверно по весне что я такую ну почему эта хрень толком не работает потому что мы просим мы с них хотим получить то чего нет и что у нас получается некомпетентность в первую очередь ну и легкая стадия шизов при ней вот и все так что теперь работаем по новой еще какой-то закон вышел вот я не помню я потом узнаю там они любимая их тема это . 1 допустим до сделать как это по этим по намордникам а там тоже . один какой-то закон вышел что теперь должностные лица обязаны исполнять все все что выставлено то есть если они аферту схавали они обязаны по этой аферте исполнить все беспрекословно вот такой вот смысл то есть они теперь подпрыгивают от этих аферт а если я вот еще пока нигде какой газете они не волю свою там не проявила да и не самоопределение не напечатала я могу писать как от физического лица то есть от своей персоны или же писать также как от женщины шапки вот наталья она молодец она тоже пока еще нет ни уведомления публичное не сделала но она пишет от и за и кого за кого за человека и гражданина от и за человека и гражданин вот и все вот женщины за персон у себя можешь как сказать уведомлять их можешь себе как положено если даже но ты за кого пишешь за кого за женщину осознает ну вот осознает какую женщину то есть женщина перед за персону наоборот да неправильно сказать ты за ты за ты за персону пишешь персона же не может писать за тебе вот и все можно им там нащелкать это афертосов на выставлять по полной программе и они будут это исполнять потому что сейчас он придется это делать для них там путин закон подписал то что у них там все прекрасно сейчас будет они же не будут там кричать все эти должностные лица с плакатами путин ты не прав мы не будем принимать аферты нет они их схавают как миленькие все это уже скушали теперь можно этим пользоваться акцептом заявлядь что они по почте получили почему подожди подожди условия акцепта это вообще отдельная тема это прописывается отдельно что является акцептом какие конклюнентные действия являются либо бездействия это тоже прописывается получение не получения оставление на почте без получения rapping это бы это все расписывается этого андрея все есть в бросах Под видео ссылки указаны. Я хочу завершить чат. Достаточно информации. Хочу подытожить. Вот Анастасия сказала, нет у меня на том мочи. Есть у тебя мощь? На всё есть мощь. Она дана творцом. Пожалуйста, не перебивай. Итоговая фраза для всех. Желательно с отключенным микрофоном. Всё ты можешь. Есть у тебя эта мощь. Она дана творцом. И воля у тебя есть. Ты просто об этом не знаешь. Всё, что тебе нужно, проявить эту волю. Получить знания. Осознать эти знания. И проверить на практике. И всё у тебя получится. У всех всё получится. Все могущие. И все всё могут. Просто не проявлять свою волю. Не могут определить, что они хотят. Так вот, самоопределяйте, что вы хотите. И говорите везде. И пишите. И думайте о том, что вы хотите. Не требую. Не прошу. Не заявляю. Не обращаюсь. А я хочу. Или повелеваю. Или приказываю. Как хотите. Но проявляйте свою волю. Чего вы желаете. По щучьим велениям. По моему хотению. Вспоминаем сказку. После таких слов и печка начинает ездить и летать. Не то, что черные мантии. Всё. Благодарствую всем за интересный разговор. Сейчас постараюсь это всё разместить. Благодарю. Всего доброго. Давай. Благодарю. Благодарим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok